Почти все. 0-9. 0-9. Занято, занято. Еще раз 0-9. Телефон несчастных случаев она когда-то знала, но в новую записную книжку не выписала. Надо идти в свою комнату взять старую. Там хоккей. Дозваниваться пришлось долго. К той секунде, когда наконец она узнала номер, мальчишки с воплем «Мама!» прибежали в кухню. «Я выиграл!» — торжествовал Артем. Катерина положила трубку на рычаг. Не при мальчишках же спрашивать об аварии со Всеволодом. Артем подошел к ней, словно ждал вознаграждения за выигрыш. Катерина поразилась, как похоже выражение его лица на Всеволодовское, когда тот выигрывает. Щурится довольно. Глаза блестят острым торжествующим блеском. В них вспыхивают и гаснут черные искры. Губы собираются в твердый узкий серпик. «Никак не пойму, почему вы так любите выигрывать? Разве тебе не радостно, что выиграет твой брат? Почему ты хочешь быть всегда первым?» Оживление слетело с Артемова лица. Он заморгал, растерянно открыл рот. «Ты же любишь брата!» «Это новый подход к проблеме», — повторил Артем Всеволодовское любимое выражение, видимо, не очень его понимая. Мне эта мысль как-то не приходила в голову. «Хорошо, что пришла. Кто из вас троих должен быть первым?» «Папа», — не задумываясь, сказал Артем. «Папа болеет за ту команду, за которой болеет Петя. Значит, он сейчас не выиграл, а проиграл, и у него было бы сейчас плохое настроение, он огорчился бы, не так ли?» «У тебя, ма, железная логика», — Петя протянул матери хлеб. «Намажь, пожалуйста». Так повелось, она всем мазала хлеб маслом, всем подавала к носу еду и чай, на всех стирала, на всех гладила. Это от Всеволода. Он сидит рядом с ящиком, а сам руку не протянет, вилку не возьмет, обязательно попросит. «Дай, пожалуйста». А когда дашь, поблагодарит обязательно «спасибо» или «большое спасибо». Вежливости ему не откажешь. «Спасибо», «пожалуйста», «добрый день», «разреши, пожалуйста». «К месту и не к месту», — бесчетно говорит он. «Но движение лишнего не сделает. Чай подай, вилку подай, грязную тарелку убери, а вымыть тарелку даже не придет в голову». Катерине всегда хотелось людям услужить. Это в крови. Заботы о Борьке, желание помочь другим, отдать все, что она может отдать, сделать все, что она может сделать. Борька на ее свадьбе напился, лез целоваться и жарко шептал ей в ухо. «Ты безграничная, ты кроткая, ты вся для всех, ты все раздашь, ты ничего для людей не пожалеешь». Мальчики следом за отцом «Хорошо выучили? Пожалуйста, спасибо». Но эти слова всегда были рядом с «дай, сделай, принеси». В первый раз в тот вечер Катерина с ужасом посмотрела на мальчиков со стороны. «Как жить они будут, если ничего сами делать не любят и не хотят? Хлеба куска не возьмут, если не подаст?» «Намажь, пожалуйста, себе саму», — тихо сказала она. Послушно Петя взял ножик, придвинул к себе масленку, замерзшее масло не отколупнулось, отрезать себе ломоть от батона он тоже не сумел, получился уродец, мятый, толстый, с одного конца и прозрачный с другого. «Я не умею», — сказал Петя. Она пожала плечами и продолжала мыть гусятницу из-под баранины. «Получись», — сказала тихо. Она не стала им резать сыр и колбасу, разливать чай, пошла в ванную стирать рубашки. Рубашки скапливались как-то очень быстро, кажется, пять дней назад стирала, и вот снова. Всеволод мог разбиться необязательно в Москве. «Он любит и верию», — поехал в Одинцово. «А зачем он поехал в Одинцово?» «А с кем он поехал в Одинцово?» Волосы мешали, лезли в глаза, от них стало жарко. Катерина мокрой рукой собрала их, смотала, завязала в узел. Обычно он встречал ее вопросом. «Кто сегодня к тебе приставал?» Сначала, в первые годы, она очень удивлялась этому вопросу, обижалась, пыталась объяснить, что никто к ней не приставал. Она не понимает, о чем он. «Этого быть не может. Ты так хороша, я бы обязательно пристал. Ты все время улыбаешься, а мужику только улыбнись. Что же мне не улыбаться?» «Конечно нет. Кроме меня ты никому не смеешь улыбаться». Севолод буквально злиться начинал. «Ты нарочно улыбаешься. Тебе нравится, когда к тебе пристают. Если женщина не захочет, к ней никто не пристанет. Кто тебе сказал, что ко мне пристают?» Ее очень оскорбляли подобные разговоры. Она плакала, клялась, что никто к ней не пристает. А сейчас ей стало неприятно. «Дело не в ней. Дело во Всеволоде. Как может интеллигентный человек употреблять подобные слова? Как смеет оскорблять свою жену?» Мгновенно Всеволод забывал о своих подозрениях, гладил ее, целовал, ласкал. А она долго не могла успокоиться, забыть его чужое холодное выражение лица. Его голос, его отвратительное словечко, приставал, сдрагивала от его рук, не радуясь им, не подключаясь на его волну. И на другой день шла на работу, все еще не отделавшись от неприятного, скользкого ощущения обиды. Сейчас впервые шевельнулось подозрение. Может быть, Всеволод сам, кому-нибудь, кто улыбнется ему, сегодня пристает. Чувство ревности Катерине чуждо. Все вечера, все субботы и воскресенья Всеволод был с ней и с мальчиками. До двенадцати дня всегда дома, с двенадцати до пяти тридцати на работе. Она верила каждому слову Всеволода, каждому его жесту. Даже ни разу не пришло ей в голову проверить, на работе ли он в свое рабочее время. «Где же он сейчас?» Она бросила рубашки в мыльную пену, пошла из ванной. «Шах!» — строго сказал Пете. «Я перехожу, подожди!» — отчаянно взмолился Артем. По правилам игры вообще-то не полагаются. «А ты помнишь, что мама говорила? Игра для игры, не для выигрыша, нехорошо обижать человека. Мальчики, десять вечера, пора спать». «А где папа?» — спросил неожиданно Петя. И Артем повернул к ней в тревоженное лицо. Было видно, что они давно думают об этом, а решились спросить только сейчас. «Что это ты вдруг вспомнил?» — неуверенно спросила она. Сыновьи смотрели на нее пристально, ее и всеволодовыми глазами. «Я не вспомнил. Я целый день жду. Но ты такая расстроена. Может, что случилось, а ты не хочешь нам говорить?» «Он не бросил нас?» «Андрюшку папа бросил. Андрюшка не ходил в школу пять дней. Утешал маму». «Надеюсь, не бросил», — неуверенно сказала она. «Ну, а если он ничего такого не говорил, значит, не бросил. Помнишь, он выступал в Доме ученых? Пришел чуть не в двенадцать. Помнишь?» Принялся Петя утешать ее. «А в прошлом месяце у него была конференция. Но тогда ты не расстраивалась? Была веселая. Сегодня ты такая!» Я подумал, ну, если не бросил, мы доиграем, пожалуйста. Длинный Петин монолог сильно напугал ее. Петя видит какое-то неблагополучие в семье, раз подумал, что ее бросили. Ей пришлось приложить максимум усилий, чтобы отправить мальчиков спать. «Завтра в школу, необходимо выступить. Ну, я прошу вас». Они легли. Тогда Катерина накинула шубу и замерла. Как открыть дверь, чтобы она не щелкнула, чтобы мальчики не выскочили в коридор? Сапоги она взяла в руку, в чулках, осторожно ступая на паркетины, подобралась к двери. Теперь самое трудное. Без щелчка открыть замок, без щелчка закрыть. Протянула руку к замку, обернула. Снова потянула. Намертво, вцепившись пальцами в замок, медленно, очень медленно, стала его поворачивать. Он чуть скрипнул. Катерина застыла в неловкой позе. Пальцы затекли. Мальчишки не прибежали, значит, не услышали. Тогда она снова, медленно, стала поворачивать. Все-таки он щелкнул немного. Катерина вздрогнула, неловко повернулась к коридору, но в глубине квартиры стояла тишина. Посадив замок на собачку, Катерина потянула на себя дверь, выскользнула в узкую щель и уже с площадки, стоя на холодной плитке в чулках, прикрыла за собой дверь. Решила не запирать на ключ, потому что щелкнет обязательно, а от будки она увидит подозрительных людей и прибежит. Пусть мальчики уснут спокойно. Борька не прав. На них нельзя взваливать свои переживания. Натянув сапоги, забыв застегнуть шубу, она побежала к телефонной будке. Негнущимся пальцем набрала номер несчастных случаев, услышав свободные гудки, вывернула голову, смотрела на свой подъезд. «Алло, слушаю», — сказали ей. А у нее пропал голос. Но, видно, женщина, поднявшая трубку, была внимательна и терпелива, слишком горькая работа у нее. Даже самый черствый человек не может остаться равнодушным. Она посоветовала, «Если ваш автомат не сработал, перезвоните еще раз». Катерина уже твердо знала, с Севолодом ничего плохого не случилось. Прежде знала, чем женщина спокойно ответила ей, что в самом деле, в числе попавших в беду, Севолода нет. Наверное, от нестерпимости нового, неизведанного ей раньше чувства ревности, не в силах одна справиться с ним, снова набрала номер Бориса. «Ты прости, я поздно». «Боря, он, наверное, и влюбился». Борька захохотал. «Он не умеет», — выдавил сквозь смех, отекся. Катерина тоже долго молчала, спросила осторожно. «И в меня он влюблен не был?» «И столько лет провел около меня просто так?» Теперь молчал Борька. «Почему ты молчишь?» спросила испуганно Катерина. «Это не телефонный разговор». «Нет, ты скажи, я все стерплю». Борька не ответил. «Ты слышишь меня?» «Алло», — спросила она в тревоге, морщась от остроты и боли ревности. «Слышу. Только говорить ничего не буду. Я могу заплатить таксисту и уступить тебе свою тахту, если ты приедешь ко мне. Я могу приехать к тебе на любой ледяной перекресток и на край света, если ты очутишься там. Я могу усыновить мальчишек, я могу мыть тебе ноги, но помочь тебе в твоих отношениях с Стеллодом не могу. «Хочешь последовать моему совету?» «Но ты не последуешь». Он опять замолчал. «Ну», — нетерпеливо поторопила она, «последую». «Сомневаюсь. По крайней мере, это единственное, что я могу в данной ситуации посоветовать тебе на сегодняшний день. Вернись домой, прими теплую ванну и ложись спать. Ни в коем случае не жди. Завтра уйди до тех пор, когда он обычно встает. Ничего у него не расспрашивай, ничего ему не говори, ни в коем случае не показывай вида, что тебя это задело. А завтра вечером приезжай ко мне на весь вечер». Мальчишки порастут отдельно, они перебьются один вечер, уже большие. Главное, ни в чем его не упрекай, ни о чем не спрашивай. Ты слушаешь меня? Почему ты молчишь? Ты согласна? «Там рубашки». «Какие рубашки?» опешил Борька. «Крязные», тоскливо сказала Катерина. «Замочены в ванне, их очень много». «Пусть скиснут твои рубашки, ты не должна унижаться перед ним», сердито закричал Борька. «Внимаешь? Он завтра будет спать до двенадцати и отдыхать от сегодняшней ночи, а тебе на работу, ты слышишь? У тебя напряженная работа, от тебя зависит жизнь людей. Между прочим, рубашки прекрасно стирают в прачечной. Между прочим, при горячей воде каждый сам себе может в порошке прекрасно постирать, что нужно, и носки, и трусы, и даже рубашку. «Выросли твои парни, а ты не домработница, слышишь?» кричал сердито Борька. «Все гораздо сложнее, ты не знаешь. Я слеп, глух, глуп. Ты терпишь, когда он спрашивает Артема, скажи, сын, кого ты больше любишь, папу или маму? Ты терпишь, когда он все вечера смотрит хоккей, а ты на них работаешь. Тебе отдыхать не надо, ты не с работы, а с гулянки пришла. Ты стираешь на них, ты на них готовишь, ты за ними убираешь, ты никого ни разу ни одной тарелки не заставила вымыть». Борька замолчала. «Боренька, я люблю его». Шея затекла, в подъезд никто сомнительный и опасный не шел, и она прижалась лбом к ледяному зимнему автомату. «Ты еще не знаешь, значит, что это такое?» «Знаю». «Ты любишь кого-нибудь, да? Почему же тогда не женишься?» «Это мои трудности», мрачно сказал Борис. «Умоляю тебя, ложись, не жди, не унижайся». Снег падал по-прежнему, но теперь он стал реже, словно основное, что хотел, он уже засыпал, и теперь напоследок прикрывал острые углы, выпирающие проплешины. Катерина замерзла, ревность исчезла, уступила место усталости, слабости, захотелось в самом деле лечь в ванну, согреться, обрести себя. Она вбежала на свой четвертый этаж, осторожно толкнула дверь, пролезла бочком в узкую щель и с удивлением увидела. Оба сына, укутавшись в одеяло, сидят на стуле в коридоре и ждут. «Ты нам совсем не доверяешь», сказал Петя. «Мы достаточно взрослые, чтобы помочь тебе. Позвони дяде Грише, он наверняка знает, где папа. Может быть, папа даже у него?» Катерина отрицательно покачала головой. «Не буду звонить. Если бы он хотел, он бы позвонил сам. «Я знаю, почему он сегодня так поздно», мешался Артем. «Ты вчера пришла в девять? Он бегал по квартире, бегал, даже с нами не стал ни во что играть. Он, наверное, нарушен, чтобы ты тоже помучилась, как мучился вчера он. Это он отомстил тебе». Она в изумлении уставилась на Артем. «Что за чушь? У меня вчера было ЧП. Когда я уже уходила, стало плохо одной тяжелой больной. Пришлось сделать операцию. Я звонила несколько раз, объясняла. Должен же он понимать». Вошел Всеволод. «Ждете? Любите папочку?» Весело сказал он. «Правильно делаете, что любите. Подумаешь, до часика не поспать. Зато я вам купил пирожных и шашлык». Всеволод был пьян, возбужден, весел. Очень пожалела Катерина, что не успела уснуть. Борька был прав. Завтра тяжело ей придется на работе. Пока она достирает рубашки, и ты ждешь». Всеволод обернулся к ней, весело скали белоснежные зубы, играя глазами. «Понравилось ждать?» «Будешь ты приходить вовремя, и я буду». Он подошел к ней очень близко, потянулся к ней лицом, но не поцеловал, как всегда, отступил на шаг, засунул руки в карманы. «Ну, ты готова спать?» Она уловила тонкий и легкий запах духов, увидела около уха почти незаметный мазок помады. И снова нестерпимая острая боль охватила голову, живот, грудь. Тихо, очень тихо она спросила. «Разве можно писать книги, выступать на весь мир по радио, рассуждать об Индии, ФРГ и Турции, ни разу не побывав в этих странах? Разве может, например, кто-то со стороны описать наши с тобой отношения, если он не пожил здесь, среди нас, если он не услышал того, что здесь происходит? Только изнутри она оборвала себя, сказала, устала, кутаясь в шубу, которую так и не успела снять. «Я не верю тому, что ты пишешь и говоришь по радио. Все тебя хвалят, все кричат, как ты гениален, но ведь ты врешь. Все врешь». Из всеволодовых глаз по мере того, как она говорила, уходило веселье, опьянение, довольство собой. Только едва заметный мазок помады, как родимое пятно, уйти не мог, пламенел под ухом, и рядом вспыхивало, полыхало, любимое всеволодово слово «приставал». Пришел следующий день. Как всегда, обязательно приходит следующий час, день, год. Чистый белый день. Несмотря на почти бессонную ночь, она чувствовала себя невесомой, пустой изнутри, вопреки ожидаемой тяжести и усталости. Семья или больные несчастные женщины. Пришло время выбирать. Кого ты, детка, больше любишь, папу или маму? Я купил вам пирожных и шашлык, а мальчишки так и не стали есть ни пирожных, ни шашлыка. Приседай, когда съезжаешь с горы, обязательно приседай. Плыви свободно, расслабься, вытянись, доверься воде. Зайчонок мой, девочка моя, ты самый чистый человек на свете, ты светлая, ты хочешь спать? Спи, девочка, спи. Голос Севлода заглушал отчаянный крик Ермоленко. Спасите ребенка, пусть я умру, спасите ребенка, отдадите Сереже, он так ждет его, спасите ребенка, спасите ребенка. Ермоленко начала рожать неожиданно. Сдала автобусы на остановке, вдруг перед машинами через улицу побежала девочка, громадные банты на тощих косицах вылезают из-под шапки красными светофорами. Ермоленко, тяжело приседая, побежала за девочкой. Девочка успела перебежать, и Ермоленко под машину не попала, только почти тут же на мостовой начала досрочно рожать. Хорошо еще попались добрые люди, доставили ее прямо в руки к Катерине. В другой день Катерина нашла бы слова для Ермоленко, утешила бы, успокоила. Сколько пережила Ермоленко? Несколько лет лечения и попытка отчаяния, тяжелая операция, почти небывалая операция, которую не делают женщинам после сорока лет. Сейчас бы найти для Ермоленко добрые слова. Если бы не Всеволод и не унизительная бессонная ночь, может быть, хватило бы сил. Катерина бросилась бы сразу звонить в их подшефный роддом, чтобы дали Ермоленко брошенного ребенка, но Катерине мешал Всеволод. Лочонок, девочка моя, ты спи. Я маленько родила дочку, только родила в ту единственную неделю на восьмом месяце, когда ребенок жить не может. Девочка закричала, вернее, захрипела, но было ясно о Катерине, естественно, больше других, что ребенок жить не может. «Живая!» закричала Ермоленко, и тут же по внезапной тишине по лицам врачей, видно, поняла, зашептала «Спасите! Спасите! Спасите!» как заведенная повторяла Ермоленко «Я ей буду завязывать банты!» Тишина стояла такая плотная, что Ермоленко отчаянно закричала «Спасите, ребенка!» «Пусть я умру!» К черту Всеволода! Екатерина ясно увидела потное, воспаленное, перекошенное лицо Ермоленко, и это лицо стало для Катерины единственно важным в жизни. «Ты же умница!» Катерина стала обтирать это лицо пеленкой. «Ты же умница!» «Ты так хорошо рожала!» «А теперь тебе нужно отдохнуть!» «Все будет хорошо!» «Успокойся!» «Будешь завязывать банты!» «Что-нибудь придумаем!» То ли Катеринин голос, то ли манипуляции, которые проделывали над девочкой сразу несколько врачей, успокоили Ермоленко. Ермоленко закрыла глаза, прошептала «Спасибо!» «Существует только Ермоленко!» Катерина пошла позвонить ее мужу. Когда он прибыл, девочка была уже мертва. Муж Ермоленко, Сережа, оказался маленьким, светлоглазым и светлоголовым мальчиком. Сорок лет не дал бы ему никто, так он был юн. Катерина сразу же поняла Ермоленко. На нее смотрели чистые голубые глаза с такой надеждой, что она свои глаза отвела. «Ваш ребенок умер», сказала она сочувственно. «Ваша жена родила на месяц раньше. Она чуть не погибла, чуть не попала под машину, спасала девочку. Есть два варианта. Через месяц два, как только она оправится, пробовать еще раз. Я думаю, теперь с ней все будет в порядке. Но есть другой путь. вы можете взять ребенка на воспитание. Вы, наверное, знаете, некоторые женщины оставляют в роддомах своих детей». Муж Ермоленко смотрел на нее невидящими глазами. Из глаз ушла надежда. Когда Катерина сказала ему решать вам, он встал. «Я решил», сказал он, «больше ждать не могу, не хочу. Пусть ищет себе другого мужа. Я не буду больше жить с ней». Он пошел к двери. Катерина заступила ему дорогу. «Не пущу», сказала жестко. «Если бы твоего ребенка она спасала из-под машины». «За что она любит тебя так? Такие страдания перенесла. Пойдемте». Она железной хваткой, перехватив его руку, потащила его в родилку. Кто-то, поняв ее, накинул на Сережу белый халат. «Мама, мама», звала стонала женщина. Муж Ермоленко отшатнулся от того, что увидел, от зрелища, открывшегося перед ним, стал рваться из ее рук. «Смотри!» «Нет, ты смотри, как рождается на свет человек!» «Смотри на ее лицо!» «Это твоя жена мучается!» «Это твоя мать мучается!» «Это твоя сестра мучается!» кричала Катерина. Никогда ни на кого в жизни она не кричала, а сейчас кричала. И роженица под ее криком перестала звать маму, она оттужилась, кряхтела, очень старалась родить человека. Лишь потное воспаленное лицо выдавало ее нестерпимые муки. Ермоленко муж все-таки вырвался и выскочил за дверь жадилки. Схватил графин и прямо из графина стал пить, а потом прижался лбом к стене и беззвучно плакал. «Бросишь! Бросишь!» возбужденно повторяла Катерина. «За все муки, за всю любовь к тебе бросишь! Поезжай за цветами, за фруктами, поезжай на рынок, слышишь? Хоть и нельзя против всех правил, я тебя к ней пущу!» Руки ей целуй ноги, только скажи, что решаешь? Будешь своего рожать на будущий год или мне хлопотать сейчас и подберем чужую брошенную девочку? Катерина о Всеволоде не вспомнила до обеда, до той черты, после которой она должна спуститься в консультацию и принимать больных. Снова как утром раздвоение Всеволод больные. Девчушка совсем молоденькая, лет восемнадцати, не больше. Катерина смотрит на часы, четверть пятого. Всеволод придет в шесть. Конечно, она может вернуться, как обычно, около восьми. Борька говорит, не унижайся. Борьке хорошо, он сам по себе, а у нее сыновья. Нет, она не боится остаться одна, она вырастет обоих, прокормит, но она не может без Всеволода. После вчерашнего, что она наговорила ему? Он уйдет. Вам придется личное исследование, говорит Катерина, не спросив имени девушки, не поинтересовавшись подробностями ее самочувствия. Следующий. Я не могу личное исследование, у меня больна мама, младший брат. Они тогда ехали в Виверию. Минское шоссе, широкое, свободное. Всеволод в первый, единственный раз изменил себе, держал скорость сто двадцать километров. И было страшно. Ветер свистел, обтекая машину. бились об стекло бабочки. Я никогда не умру, если ты будешь со мной. Мне кажется, ты меня понимаешь. Твоя ладошка. Он взял ее руку, положил себе на щеку. У меня большие планы, назначение мое высокое. Ты должна мне создать условия. Я буду работать, я буду много работать, если ты поможешь мне. Какие у тебя планы? спросила она. Я хочу написать такой труд, в котором раскроется полностью психология великого человека. Ты понимаешь? Я верю, что смогу объяснить, зачем человек родится. Ведь не случайность же это. У каждого человека обязательно должно быть свое назначение на земле. Ты согласна? Люди обыкновенные, мало интересные, а великие, на них можно учиться жить всем. Каждый человек должен стремиться стать великим. Вот я и буду учить этому. С тех пор, как я бросил радио и стал писателем, я считаю, что мой труд самый главный для нашей страны сейчас. Процессы, происходящие в душе человека, важны в масштабах всей страны, поучительней. Представляешь, как интересно разобраться в них. Согласись, мой труд необыден. Понять закономерности истории, жизни в обществе можно только на людях талантливых, ярких, необычных. Все начинается с характера. Люди ленивы, и не любят совершать над собой усилий, а ведь свой характер нужно формировать самому, не уповать на погоду. Ты задумывалась, какова роль писателя в жизни, в обществе. Писатель во многом определяет политику и погоду общества, определяет дальнейшие пути развития. Именно поэтому его труд, его жизнь остаются навечно. Только ты помоги мне. Неожиданно Всеволод затормозил, подвел машину к обочине, остановился, потянулся к Катерине. Он обнял ее, гладил грудь, плечи, нетерпеливо подрагивали его щеки. Ты с ума сошел? Люди гуляют в лесу, машины едут мимо. Я люблю тебя. Пусть все смотрят, как я люблю тебя. Мне трудно предложить вам что-то другое без тщательного стационарного обследования. Поставить точный диагноз сложно. Подумайте, придете ко мне через два дня. Следующий. Она хорошо уложилась, ровно пятнадцать минут. Всеволод прав, нечего задерживаться на работе. Посмотрела на больную? Посмотрела. Поняла причину заболевания? Поняла. Назначение сделала? Сделала. А дальше пусть думает сама больная. Решает сама больная. Хочет она лечиться или не хочет. Ведь не отказываются же ее лечить. Если есть там беременные, пусть заходят подвое. Домой Катерина шла очень быстро успеть. Только бы прийти до Всеволода. Забежала в кулинарию, купила готовых котлет, голубцов. Ужин длился два часа. Всеволод всех смешил. Рассказывал анекдоты, истории, происходившие с ним в юности. Мальчишки заливались. Ей было не по себе. Что-то она сегодня нарушила. В чем-то главном предала себя. Вспомнилась Толстуха в автомате, ее горе и все в лодовске похождения с женщиной. Толстуха плакала. И Катерина плакала, гнала Толстуху из будки. Их слезы не рядом, их беды не рядом, не равны. Девочке восемнадцать лет. Опухоль. Рука вспомнила ясно прощупываемую опухоль. Катерина не могла есть, не могла слышать голоса Всеволода. Как получилось, что она даже имени у девушки не спросила, даже не посмотрела ее фамилию на карточке, записала холодные строчки. Брат младший, как у нее был младший брат Борька, она растила Борьку, заботилась о Борьке. Маленького росточка девушка не может лечь в больницу, заботиться о брате. А здесь сытный ужин со вчерашними ресторанными пирожными. Никого из больных не запомнила. Мимо прошли. Катерина томилась за ужином. Стыдно было, неуютно. Словно плеснули серой краской в лица детей Всеволода. Наконец Всеволод встал. Матч века провозгласил. Мальчишки завизжали. Первая партия я против вас двоих. Ну, обиделся Петя. Я один хочу. У меня уже достаточные квалификации. Катерина принялась мыть посуду. Странная у нее жизнь. А раньше не замечала. Вот она стирает, моет, готовит. А потом ждет, когда закончится шахматная партия. Иногда перед сном все выходят пройтись. Мальчишки с двух сторон виснут на Всеволоде, слушают его бесконечные рассказы. Я ехал в эвакуацию в телячьем вагоне. Вы живете в другой век, не можете представить себе, что значит нет воды. А мы ждали часами станции, чтобы набрать воды. И вот однажды мама осталась в вагоне, а я пошел за водой и отстал от поезда. Представляете себе война, голод. Все потеряли друг друга, и я тоже один. Потерял маму. Мама потом рассказывала, она все рвалась выскочить. Люди сидели и стояли так тесно, что не пустили ее. Что с тобой дальше было? Ты догнал этот поезд? Ты нашел маму? Нескончаемый, понятный и важный только им разговор. Она отъединена от них. В пятницу ты, Катя, отпросись пораньше. Я взял на три дня путевки в дом отдыха. Как только ребята придут из школы, поедем. Один раз прогуляют в субботу, ничего. Еще не десятый класс. Только не вздумай опаздывать. Я хочу успеть покататься на лыжах, в бассейне, наше с тобой время восемнадцать часов. У тебя, насколько я помню, по пятницам нет консультации? На пятницу назначили операцию Тамаре Поликарповне. Ее аспирант присутствовать на операции не захотел. Он сидел в ординаторской и курил. Окурки горкой возвышались в пепельнице, а он от одной сигареты закуривал другую. Катерина увидела белое лицо Тамары Поликарповны, улыбнулась ей глазами. Щелкнули стрелки настенных часов, Катерина машинально посмотрела. Уже двенадцать? В четырнадцать она должна быть дома. Отсечки стул дело нехитрое, но не она, а причина бесплодия. Раскрыта полость, есть возможность найти, наконец, причину. Вот что главное в этой операции. Но что-то мешает Катерине видеть. Вялые руки, вялая голова. Ее дело провести операцию и только. Никто ее ни за что не осудит. Главное для нее сейчас не потерять Всеволода. «Чего ты медлишь?» удивленно спрашивает себя Катерина. Она не посмотрела на Тамару, ее белое неподвижное закинутое лицо. Привычным движением Катерина зажала сосуды, остановила кровотечение и опять не взглянув на Тамару сказала «Зашивайте». Удивленные глаза анестезиолога, второго хирурга, сестер. Не видеть их удивления, она спешит. Катерина отвернулась, сняла перчатки. Но в эту последнюю минуту, пока не начал врач зашивать, зримо ясно она увидела Тамара Поликарповна никогда не родит по ее вине. А сегодня сейчас у нее может начаться заражение крови, потому что не она зашивает. Мысли нелепые. При чем тут заражение крови? Она не знает, но чувствует сейчас будет внесена инфекция по ее вине. Вдруг Тамара умрет? Что за чушь? Не бывало у них такого? У них прекрасные врачи. Но в голове застучало, как будто уже началось это самое заражение крови. Она виновата, виновата. Ночью будет стучать в голове, днем, она виновата. Дело не в ее вине. Дело в том, что Тамариному аспиранту некуда класть окурки, рядом с пепельницей уже гора. Дело в том, что из всех врачей клиники Тамара выбрала именно ее. Ей поверила. Дело в том, что в доме отдыха сегодня она не сможет кататься на лыжах и плавать в бассейне, есть не сможет и спать не сможет, если сейчас потоком свежего ветра прохватило ее изнутри. С плеч с головы сорвалась, сползла, растаяла у ног сонная одурь. Нету ее рабы всеволодомоющей кастрюли, ждущей, когда кончится шахматная партия. Она человек, она всемогуща. Подождите, приказала она, склонилась над полостью. Вот она основная причина, белочная склерозированная оболочка. Катерина сделала кленовидную резекцию, взяла биопсию. Тамара спит, пусть она спит спокойно, теперь у нее будет ребенок. Восстановим кровь, придется применить гормональные препараты, хватит курить, аспирант, мальчик с тревожными глазами, полюбивший Тамару. Неторопливыми движениями Катерина завершала операцию. Она опоздала на два часа, но, встретив бешеный оскорбленный взгляд Всеволода, не втянула плечи, не склонила голову, полезла в ванну и долго с наслаждением лежала в теплой воде, пока Всеволод не забарабанил дверь. Ты издеваешься надо мной, злым голосом сказал он. Ты лишила меня лыж и бассейна. Ихали бы без меня, как ни в чем не бывало, спокойно ответила Катерина. Я все равно в шахматы, в футбол не играю. Зачем-то добавила бессмысленные и нелогичные. С кем ты шлялась, раздалось в ответ. Нет, ты мне скажи, с кем ты гуляла. Ты все надеешь мне на зло. Я плохо проучил тебя, но я еще отомщу тебе за все. Катерина пустила воду на полную мощность. Когда она вышла из ванной, Всеволод был в шубе, мальчики наперебой принялись торопить ее. Ма, скорее, ну, пожалуйста, ма, поедем. Катерина подошла к Всеволоду, мягко сказала, я всегда думала, ты умный, ты добрый, ты все захочешь понять, а ты не понимаешь. Я не могла на середине бросить операцию. Погибла бы навсегда судьба двух людей, а сейчас я спокойна, я сделала все, что смогла. Накорми меня обедом, сказал Всеволод, у нас нет еды. Ты сегодня свободнее, чем я, купил бы. Сразу после операции я запешила домой. Мы опоздали на обед в дом отдыха. Почему у нас никогда нет обеда? В дом отдыха они все-таки поехали. Два дня катались на лыжах, плавали в бассейне, грызли орехи и ели мороженое в буфете. Всеволод танцевал с ней, целовал ее, шептал жарко в ее ухо зайчонок. Пока Всеволод с мальчиками играли в пинг-понг, Катерина звонила в клинику. Тамара чувствовала себя хорошо, просила передать спасибо, просила хорошо отдохнуть. Аспирант сидит неотлучно около Тамары. Вера родила сына и все о ней скучают. Ночью Катерина, припав к Всеволодовой груди, слушала ровный стук его сердце. «Я люблю тебя, Сева», шептала она, забывшись. «Люблю». Он ушел через несколько лет, когда Петя кончал школу, а Артем пошел в седьмой класс. «Ему нужно работать», сказал он, «а дома нет условий. Она не обеспечивает ему нормальный и нужный ему уход. Она целый день в своем институте акушерства и гинекологии, а дети брошены, целые дни предоставлены самим себе. Младший уроков не учит, старший пропадает неизвестно где. Семья распалась, в этом виновата она, а он больше не хочет склеивать осколки, он устал». Все эти обвинения он перечислял ей холодным тоном, не видя ее, не слушая ее объяснений. «Он снял себе квартиру», сказал он, «пока поживет в ней, а потом что-нибудь придумает. Без квартиры она не останется». Он ничего у нее не заберет. он попробует получить квартиру себе. Его ценят, его уважают, ему пойдут навстречу, пусть она живет спокойно. Но Катерина знала, твердо знала, что Всеволод ни одной ночи не умеет уснуть один, без теплого женского плеча. А значит, у него появилась женщина, которая наверняка обеспечила ему нужный уход и готовит ему еду. Квартиру они сняли естественно вдвоем, а может быть и втроем. Вполне вероятно, что там уже есть ребенок. К вам пришли, окликнула ее соседка по палате. Катерина открыла глаза. Здравствуй, я тебе принес морс, клюквенный. Ты пей, тебе нужно восстанавливать силы. Нежностью залило Катерину. Ты прогуливаешь занятия? Зачем? Провалишься в институт, тогда вспомнишь. Наверное, на вступительных экзаменах в ВУЗ меня как раз спросит то, что было сегодня на английском и на физкультуре. Не волнуйся за меня. Он рассмеялся. Сегодня имел три телефонных разговора. Передаю стенографически. В какой больнице? Спросил Всеволод. В какой больнице? Спросил Анатолий. В какой больнице? Спросил Егор. Странная единодушие, не правда ли? Даже не ожидал. Даже интонации у них были одинаковые. Все трое готовы ехать к тебе сегодня. Хотя я думаю, Всеволод поехал бы вместо работы, а те двое после. Катерина испугалась. Ты сказал, где я? Нашла дурака. Я у тебя дипломат. В больнице, говорю, за городом. Пешком, говорю, топать от станции тридцать минут по глубокому снегу. Поверили? Нет, конечно, рассмеялся Борька. Мне не нужно было, чтобы поверили. Мне нужно, чтобы поняли, ты не в смокинге и не хочешь быть при них рассыпанной и раскисшей. Егор понял, как надо, отступил. Спросил только, улучшилось ли состояние. Поля обиделся, словно я его предал, с ним надо что-то делать. А Всеволод стал требовать дай адрес и точка. Дал? Растерянно спросила она. Да нет же, никому ничего не дал. Даже Толе, хотя Толе можно было бы дать. Он тебе пюре принесет, яблочное, сам делает. Он обещал, ну пей морс. Врач говорит, послезавтра вынут из тебя трубку. А еще через два дня сможешь сесть. А может, ты все-таки хочешь видеть, кого-нибудь из своих женихов. Может, Толе придет? Он свой, честное слово. Он так хочет тебя видеть. Он готов ночи сидеть около тебя. Глава вторая. Она старая дева. Ей двадцать девять лет. У нее три жениха. Акендитит оказался кстати. Много лет она не высыпалась и сейчас спала досыта, расслабившись. Хотя шов болел, все время напоминая об операции. Эта боль уже была здоровой болью, спать не мешала. Соседок было четыре, они замыкались друг на друге, ее не трогали. Под их монотонный, нескончаемый говор она засыпала и просыпалась, ела и читала. Она вышла замуж за Анатолия. Анатолий с Борисом вывезли узкую и удобную тахтушку к Борьке, в нишу поставили новую, широкую, сделанную на заказ, сбили дополнительные стеллажи для книг Анатолия, веселым стуком несколько недель был наполнен дом. Ты потерпи, Катя, говорил ей Анатолий, через год подходит моя очередь, получим квартиру, а эту отдадим Борьке, ты будешь довольна. Анатолий вставал раньше ее и к той минуте, когда она выходила из ванной, дымился в чашках кофе, пыхтела каша в кастрюльке или румянились сырники. Доброе утро, сиял Анатолий, как ты спала? Что тебе снилось? У тебя ничего не болит? У нее ничего не болело. Утро в самом деле было доброе, спала она хорошо, честно она пыталась вспомнить, что ей снилось, принималась рассказывать. Анатолий слушал так, словно она заповедные вещи ему говорила. Ты сегодня когда заканчиваешь? Спрашивал он около метро. Ей ехать на автобусе, ему на метро. Как только приму последнюю больную, опыт показывает, раньше восьми не управлюсь. Около восьми он сидел около ее кабинета. Всегда сияющий, он терпеливо ждал столько, сколько было нужно. Здравствуй, подымался навстречу. Я купил цыплят, они быстро готовятся. Хотя оба были голодны, домой не спешили, они любили пройти с посадовой. Анатолий так же, как и до брака, словно боялся коснуться ее, под руку держал осторожно, и каждый раз, когда он дотрагивался до нее, он становился робким и счастливым. Рассказывай, просил все подробно. Екатерина снова забывает о себе, об Анатолии, о цыплятах, которые быстро готовятся, об усталости. Она вовсе не она, она Ермоленко Сергей, муж Ермоленко Евгении, у которой преждевременно родилась дочь и умерла. Сергей подкидыш, его подкинули в дом младенца, когда ему исполнилось двадцать дней. Молодые или старые у него были родители, он не знает. Наверное, молодые. Он был им ни к чему, мешал им. А может, родителей у него не было вовсе, была только мать, глупая, легкомысленная девчонка, живущая с кем ни по поди. Даже имени мать ему не оставила, бросила, как щенка. Хорошо еще, что не утопила. Наверное, мать у него была дистрофиком, ему всегда не хватало тепла, еды, света, витаминов, он всегда хотел есть и всегда мерз. Он мучился, если у него появлялась царапина или ранка. У всех заживает мгновенно, у него кровенится, гноится и проходит сто дней, прежде, чем заживет. Он всегда был меньше всех ростом, и его били все, кто поднимался над ним хоть на сантиметр, били с упоением в живот, по голове, по шее. У него не было защитников, никто никогда не сказал ему, я тебе помогу, я тебя спасу. А взрослым он не жаловался. Пока он не соображал ничего, ему приходилось терпеть. Но однажды учительница прочитала им рассказ, как жил был забитый мальчик, все терпел, а потом распрямился однажды и стал богатырем, защитником слабых и обиженных. Сережа решил стать сильным. Подошел к физкультурнику и сказал, научите меня драться, я хочу вырасти. Физкультурник привел его в секцию борьбы. Но борьба не помогла Сереже вырасти. Он оставался самым маленьким, и хотя силы подобрался, победить рослых ребят не мог. Ночами он подолго не засыпал, ревел в подушку, ненавидел себя, тех, кто его бил, свою жизнь, свой рост, свою безродность, свою мать. Посылал на ее голову проклятие. Очень часто снились ему дети. Много детей. Это его дети, его семья. Он сидит во главе стола и всем им говорит, ешьте мои дети, отпуза ешьте, вырастите сильными, никого не будете бояться. Сам еще школьник, а уже голодной душой ждал своей семьи. Он любил приходить в младшие группы своего детдома и устраивать заихрение, кучу малу, или беготню на перегонки, или казаки-разбойники. Малыши ждали его, висли на нем, но очень скоро, буквально через год-два, перерастали его и переставали виснуть на нем, играть с ним. Школа, машиностроительный техникум, армия, все это было сном, везде и всегда он был униженным, никому не нужным. Женю он встретил на заводе в столовой. Она сидела за столиком одна, большеглазая, тоненькая, с пепельными пышными волосами над круглым личиком. Кто она, из какой семьи, как зовут, все это не важно, главное, она есть, сидит, ни на кого не глядя, ест котлету. Он подошел со своим подносом, очень медленно составил тарелки на стол, отнес поднос, сел напротив. Но есть не смог, смотрел изумленно в светлые добрые глаза. А когда девушка доела и собралась уходить, сказал, у меня зарплата сто восемьдесят рублей, комнату обещает через полгода, а если женюсь раньше, я прошу вас, он потерял голос, без голоса сипло пробормотал, выйдите за меня. Она изумленно на него посмотрела, но то, что она сразу не ушла и не возмутилась, а во все глаза смотрела на него, было согласием. Сергей заговорил быстро, горячо, глядя в ее изумленные добрые глаза. Родим детей, много детей, я подкидыш, у меня кроме вас нет никого, вот я один, весь тут. Вы не пожалеете, я буду вас любить, я буду вас носить на руках, только выйдите за меня. Женя оказалась дочерью потомственных рабочих, уважаемых и любимых на заводе. Они не воспротивились браку и даже дали денег на обзаведение своим хозяйством. Женя, значит, я не зря все-таки родился, благодарный, расслабленный, говорил он ей каждый день. Ты только люби меня, больше ничего не надо. Как он любил. Каждый волос перегладит, каждый ноготь перецелует. Пока работает, мучится, вдруг у Жени настроение испортилось, вдруг у нее что-нибудь заболело. еле дождется перерыва. Когда Женя входит в столовую, на столе уже еда расставлена, а он стоит ждет, неотрывно на дверь смотрит. Ну как? Первый вопрос, лишь только Женя усядется рядом с ним. Но как, означает, не забеременела ли? Его не волнует, что они на заводе, что прошло всего четыре часа с той минуты, как они расстались все проходной, каждую встречу с Женей он начинает с этого вопроса. И только потом уже задает остальные не менее для него важные. Ничего у тебя не болит? Сколько брака было? Что ты чувствуешь сейчас? Его интересует в жизни только она, ее состояние, ее душа. В первые же часы знакомства он выяснил, что она любит из еды, какие любит развлечения, и в их доме поселились только те вещи и продукты, которые любит она. Дети не получались. Как в утречестве они снились ему. Его собственные дети, мальчики и девочки, они висли на нем, щекотали щеки, тянули за волосы, забирались по его плечам. Он просыпался в поту и в слезах. Женя, будил он жену, Женя. Он звал ее отчаянно, а когда она от его крика и яркого света просыпалась, сыпал на нее проклятие. Это ты, это из-за тебя, ты нарочно не рожаешь, ты испортила мне жизнь, ты, ты. Он замолкал лишь тогда, когда Женя заливалась слезами. «Только не плачь!» пугался он, «Господи, не плачь! Прости меня, я знаю, ты ненарочно, я понимаю, тебе самой перед людьми стыдно, ты прости меня, я не знаю, что говорю, только не плачь! Откуда столько злости во мне? Ну, хочешь, ударь меня, дурака!» Он гладил ее, целовал, прижимался к ней крепко-крепко, не умея искупить вину перед ней. Она продолжала плакать, беспомощная в своей беде. Несколько лет они мучились одни, пока не вмешалась ее мать. «Ты не сохни, ты сходи к врачу!» Сережа точно опомнился. «Как же раньше я не подумал! К врачу, конечно, к врачу!» А Женя замахала руками. «Весь зовут, узнает!» К врачу она все-таки пошла. Врач причину определить не смог, а прописал прогревание от воспалительного процесса, на всякий случай. Годы жили надеждами, ничего не вышло. Потом еще врач, снова надежда и разочарование. Сережа возненавидел жену. Он ничего не мог с собой поделать. Стал пить, а как напьется, кричит, всю жизнь разбила, погубила жизнь. Каждый приступ пьяного бешенства кончался слезами. «Женечка, прости!» «Женечка, убей меня!» «Сам измучился, тебя измучил!» Однажды, проснувшись после пьяного угара в воскресное солнечное утро, он не нашел жены. Вместо нее на кухонном столе около завернутого в одеяло котелка с кашей лежала записка «Ты свободен, женись на здоровый рожай с ней, я ушла». Жгло нутро, драло нутро. Сергей подставил рот под воду, жадно долго пил, а рог не проходил, и ощущение того, что внутри все разодрано, не проходило. Женя от него ушла? У него больше нет жены? В трусах со струйками воды, текущими по подбородку и груди, он стоял в их с Женей кухне и не понимал, как жить без Жени. Это невозможно. Единственный во всем свете близкий человек. Молчаливая, бесшумно двигающаяся по квартире, Женя как-то легко и быстро варила еду, стирала, убиралась, закатывала банки с компотами и витаминами. Его она любила, положит его голову себе на колени и чешет. Или свитер ему вяжет, или пирог с грибами ему печет. Сергей вошел в квартиру ее родителей, как в ледяную воду, зажмурив глаза. Пусть убьют, без Жени он не уйдет. Года два он же под страхом, что она может его бросить. А потом снова любовь, ненависть, до операции, до беременности. В ту минуту, как он узнал, что у них с Женей будет ребенок, началась новая жизнь. Когда она сказала ему об этом, он уставился на нее широко раскрытыми глазами, дар печи потерял. И только много времени спустя смог заговорить. Значит так, ты уходишь с работы, дома ни одной кастрюли не поднимаешь, я сам. Садись, пиши, что нам нужно теперь. Значит, тебе платье, костюм, чтобы удобно было ходить, коляску, кроватку для ребенка, белье. Да, я должен сделать ремонт. Пожалуй, ребенку лучше светлые обои, а у нас серые какие-то. Игрушки. Ты погоди, остановила его Женя. Нельзя, примета плохая. Ничего не нужно, а работа у меня не тяжелая. Как же я ее брошу, если будет ребенок? Ведь нам нужны деньги. У нас есть на книжке, я заработаю, я на сверхурочную попрошусь. Нет уж, чтобы я была одна. Сергей не послушался Жени. Кроватка, коляска, полный комплект белья, все, что нужно, ребенку закупил. Провел ремонт квартиры. Утром он просыпался раньше ее, ждал ее пробуждения и задавал каждое утро один и тот же вопрос. Ну как? Это означало, как ты себя чувствуешь. Расставаясь с ней на автобусной остановке, приказывал, ходи осторожно, не вздумай покупать продукты, дыши глубже, чтобы до него там доходил воздух. Значит, я пошел. Только скажи, что решаешь, спросила Катерина, будешь своего рожать на будущий год или, может, хлопотать сейчас и подберем чужую брошенную девочку? Брошенную? Воскликнул Сергей. Внезапно до него дошел смысл слова. Кто ее бросил? Ты покажи мне ту, которая бросила своего ребенка. Ну, идем, я буду говорить с ней. Я ей... Он иссекся, тяжело опустился в кресло, уронил голову на грудь. Анатолий знал историю каждой больной. Он выучил все возможные болезни с причинами и следствиями. Но и больные, и родственники были важны не сами по себе, они важны ему были как часть Катерины. Интересовала его только она. Как ты себя чувствуешь? спрашивал он. Ты не устала? Может быть, сядем на автобус? Не проголодалась? Иногда я ждал Борька. Играла тихая музыка, горел розовый торшер, громко жарились цыплята, Катерина выкладывала на блюдо картошку, мужчины накрывали на стол. За ужином говорили о Борькином эксперименте, о стройотряде летом, о приработках и возможностях заработать сразу большую сумму на магнитофон, о котором Борька мечтал, обсуждали, какие существуют новые открытия в Борькиной тематике. Анатолий про свою работу говорить не любил. Борька приставал к нему чуть ли не ежедневно. Что тебе стоит? Расскажи в подробностях. Чего рассказывать? Я обыкновенный инженер. Бесконечные чертежи, производство деталей, сборка станков. Все это бытовое, ежедневное. Говорю об этом и самому взяжет рот, как оскуменно. Не понимаю, разве можно хотя бы минуту не думать о своем деле? Как начну говорить об интересующих меня проблемах, меня трудно заткнуть. Дай только возможность досы наговориться. Я тебе о каждом кристалле поэму продекламирую. Неужели тебе в твоей работе все скучно? Анатолий пожал плечами. У каждого человека свое главное. Одному подарена работа, другому любимая, третьему религия, четвертому водка. А что все вместе так почти не бывает? Давай больше не говорить обо мне. мне не нравятся эти разговоры. с удивлением разглядывала Катерина Анатолия. Ей казалось, она все знает о нем, а оказывается не все. Борька уходил сразу после ужина. Катя. Катя. Благодарность он, 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 главное для него. Ей спокойно, тепло, ей хочется спать, и она засыпает на руке Анатолия. Когда он узнал, что у них будет ребенок, он, ни слова ей не сказав, в восьмом часу вечера выскочил из дома. Где он мог достать в это время цветы? Она так никогда и не узнала. Он принес ей гвоздики, ее любимый торт, птичье молоко и бутылку шампанского. Ей выпить не дал ни глотка, распил с Борькой. Дочку назвал он Катерина. Это единственное имя, которое я знаю, объяснил он. Со дня рождения дочери он стал подрабатывать. Уложив их обеих спать, до поздней ночи чертил чертежи, писал рефераты. Он купил в дом стиральную машину, пылесос, миксер и все прочие мелочи какие только могли пригодиться в хозяйстве. Через год он в самом деле получил квартиру. Стоял он на однокомнатную, но в связи с рождением ребенка выдал двухкомнатную. Борька въехал в Катеринину, но, как прежде, не реже трех раз в неделю являлся к нему. Покой, бесстрашие перед будущим, ощущение прочности и достоверности родились в ней благодаря Анатолию. Но с ужасом начала Катерина замечать в себе странные перемены. Как-то очень быстро она привыкла, что все для нее. Новое платье ей или дочке, сапоги ей, ей и ее любимые цыплята, ей путевка в детский санаторий вместе с дочкой, ей хочется в бассейн, ей хочется в кино. В ней родилась жадность, в ней родилось желание брать. Брать — это чтобы было все так, как хочется ей. Как-то по дороге на работу, уже совсем подходя к клинике, она остановилась с разбегу. Что с ней произошло? Она пьет Толину кровь, она стала черствой, она не видит его настроения. Что нравится ему? Какой суп? Какие вещи? Как он любит отдыхать? Чем можно доставить удовольствие ему? И тут же возник вопрос, что происходит с ней? Почему ей не интересно, о чем он думает? Катя встретила ее Тамара Поликарповна. Нам надо поговорить. Обычная конференция, обычные разговоры о дисциплине и политзанятиях, о необходимости вести общественную работу, обычный обход больных, они смогли поговорить лишь в обеденный перерыв. Пойдем на улицу, попросила Тамара. Дождь же, удивилась Катя, но поняла, Тамара знает, что дождь, ей хочется именно под дождь. У меня хороший зонт, сказала Тамара. Зонт и в самом деле оказался хорошим, с широким ободком, как юбочкой, он не давал дождю бить их с боков. Прижавшись голова к голове, слушая, как барабанит по зонту дождь, они неторопливо шли по пустой улице. Новое здание клиники на окраине Москвы, улица Островитянова. Петерине нравилось больше другое название Островитяне. В Москве есть остров и они живут на нем. Большое поле против клиники, виден лес, дома далеко, клиника и они на острове и дождь. Ты будешь громко смеяться, прошел уже год со дня операции, я стремительно старею, а ребенок не получается. Катерина остановилась. Нет, нет, я тебя ни в чем не упрекаю, я знаю, мне сказали, операция была блестящая, как я и думала, и чувствую я себя совершенно по-другому. Она думала об этом, удивлялась, сжимала сердце, но ни о чем не спрашивала. Может, Тамара раздумала? Сейчас чуть отстранившись и сразу попав под дождь, Катерина вгляделась в Тамару непривычным, новым взглядом. Тамара сильно изменилась за эти несколько лет. Похудела, осунулась, нос тоже, кажется, похудел. Волосы Тамара распустила, и они темные, густые, прекрасные, обрамляют, как рамка лицо. На этом лице лихорадочно сверкают огромные, яркие, черные глаза. Ты стала красавицей, удивленно, сказала Катерина. Совсем другая, чем раньше. У тебя ресницы оказываются больше сантиметра длиной. Я таких никогда не видела. Тамара облегченно вздохнула. Ты поняла, да? Дело не во мне. Я врач, я понимаю, сейчас у меня все нормально. Хочешь, я поговорю с Колей? Предложила Катерина. Дождь бил по зонту, а они словно не замечали, что стоят посреди потопа, что текут потоки, потерявшие узду воды. Тамара низко опустила голову. Вот где корень, сказала она, вот в чем дело. Ребенка хочу я, он не хочет ребенка. Это он тебе сказал? Он несколько лет я об этом не заговаривала, ждала, терпела, надеялась, совсем недавно решилась и прямо в лоб попросила поди к врачу. Он очень удивился, зачем? Я сказала, что хочу ребенка, а он перебила Катерина. А он еще больше удивился, говорит свое, зачем? Представляешь? Я его тогда и спроси, ты же знал, что я специально для этого делала операцию, чего же ты тогда разрешил ее делать? Зачем? Любимое его слово ему взвернуло, а он говорит так удивленно, совсем ребенок. Я боялся за твою жизнь, я знал, что у тебя не все в порядке. Ну а ты? Что я? Я начала плакать. Говорю, ты меня бросишь, я в старости останусь одна, мне нужен ребенок. Ну а он? Ну а он тут и говорит, мне нужно защитить кандидатскую и докторскую, раз, чтобы не я от тебя, а ты от меня зависела, чтобы я не мучился, что приношу всего ничего, а во-вторых, уходить от тебя я не собираюсь, в-третьих, дети только старят и отягощают женщину, ты будешь занята ребенком, а я окажусь ни при чем. Да он у тебя эгоист, воскликнула Катерина. Погоди, дело не так просто, есть и зерно истины, сама подумай, говорит он мне, каким бы помощником я ни стал, основная тяжесть все равно ляжет на тебя, так? Бессонные ночи, болезни ребенка, капризы, и ты начнешь стареть, ты жить не будешь, ты будешь служить ребенку. Сейчас я живу для тебя, ты живешь для меня, мы с тобой делаем, что хотим. Тут я его спрашиваю, а если тебе понадобится через пять, десять лет ребенок, и ты уйдешь к другой, потому что я не смогу тебе родить? Он мне серьезно так, строго ответил, не понадобится никогда, если ты думаешь обо мне, не думай, а главное, он тебе не нужен, отрезал он. Катерины не было, была Тамара, ее беда и дождь, утверждающие, припечатывающие на их головах эту беду. Что же делать? растерянно спросила Катерина, чем я могу тебе помочь? Не знаю. Пойдем в клинику, я есть хочу. Ты думай пока, я знаю, ты придумаешь, ты обязательно что-нибудь придумаешь. Слушай, Катерина снова остановилась, а может Коля прав, и тебе совсем не нужен ребенок, ведь не каждому он нужен. У Тамары передернулись губы, ты бы хотела, чтобы твоей Катьки не было. Катерина поймала себя на том, что она не та, какой была когда-то. Да, она позабыла о себе, она полна сейчас Тамарой, но совсем не так, как раньше она слушает Тамару. Она спокойна, как бывает спокойна, сытая, довольная кошка. Это не видно никому кроме нее, но она ощущает, она раздулась от благополучия и удобств. Не почувствовала она Тамарину беду. Ты бы хотела, чтобы твоей Катьки не было. Анатолий не просто служит ей, он воинственно меняет ее, чтобы она принадлежала только ему, чтобы она стала жирной и равнодушной. Он дальновиден, она постепенно научится жить только для себя, а значит, все больше будет зависеть от него, от его забот. Ощущения, которые она испытывала, были сложные, неоформленные словами, но она им обрадовалась. Еще не умерла ее душа. Значит, возможно, выздоровление. Весь день ее подсознание шла странная работа. Как она превратилась в холодное равнодушное животное? Кто такой Анатолий, живущий рядом с ней и отдающий ей все свое время и все свои силы? Невольно возникала параллель между Анатолием и Николаем. Оба любят Джон больше самих себя. Только Анатолий Катюшку принял, как ее Катерине на продолжение, а Николай не хочет вторжения в их отношения никого, даже родного ребенка. Домой они с Анатолием шли в тот день очень медленно. Дождь уже прошел, в воздухе висла сырость, было промозгло, как всегда, осенью. Искосо вглядывалась Катерина в осунувшееся, побледневшее лицо мужа. «Толя, ты скажи, я приготовлю то, что ты скажешь, что ты любишь». Он пожимает плечами. «Все, что любишь ты, все, что ты сделаешь, то я и люблю». «Нет, ты скажи, так неинтересно, мне хочется сделать тебе то, что любишь ты». Он удивленно посмотрел на нее усталыми глазами, ничего не ответил. Катерине стало его жалко. «Вот за чей счет ты разбухаешь», жестко сказала она себе. «Зачем ты так много работаешь? Я получаю около двухсот, ты получаешь около двухсот, разве этого мало нам?» спросила тревожно она, впервые может быть увидев и пепельную кожу, и заострившийся нос, и тени под глазами. Он загадочно улыбнулся. «Когда-нибудь узнаешь, все тайное становится явным, скрывай, не скрывай. Так надо, не мучайся». Почему-то тогда она отступила. Анатолий вполне доволен своей жизнью, уговаривала на себя. «А разве ему хорошо? Зачем из-за него мучиться?» Легкое любопытство вспыхнуло в ней к Толиной жизни и погасло. Так радостно, так удобно было у них в доме. Росла Катюшка. Папа бежала навстречу, в одно мгновение оказывалась у самого Толиного лица. Он играл с ней, строил самолетики, дома, скакал с ней через веревочку и учил с ней вместе стихи. Дочка, покупки, прачечные, чистки, уборка, завтраки, все на плечах Анатолия. Нравится ему ограждать ее от жизни, баловать и любить, пусть, значит, так тому быть. Но беспокойство, рожденное под проливным дождем в разговоре с Тамарой, осталось. Ведь не заметит она, не почувствует, как перестанет ускоряться бег ее сердца при виде чужого горя. Пусть дома уют и покой, она попробует сопротивляться идущему к ней благополучию и благодушию, граничащим с равнодушием. Коля остановила она его у выхода из палаты. Тамара уехала на улицу Яландского, старое здание клиники, и Коля был сам по себе, что случалось крайне редко. У меня к тебе просьба, пойдем погуляем. Здоровый морозец, прочистим чуть-чуть легкие. Николай не удивился. Скажи ему, Катерина, прыгни с вышки и погибни, он прыгнет и погибнет. Скажет, съешь змею, он съест. Для Николая Катерина над всеми. Благодарность ли за спасение жизни, как был уверен Николай, Тамары, просто ли обыкновенная симпатия, а может быть то, что у Тамары ни одной подруги, кроме Катерины, нет, а может все вместе, ей все равно. Важно, что он, вот он, около, готовый идти с ней куда угодно. Выйти на морозец оказалось легко, а начать говорить невозможно. Как это, вторгнуться в чужую жизнь, да еще жизнь интимную, в которую не вхож никто. Пусть они, врачи, обязанные вламываться именно в интимные отношения, но то больные, чужие, посторонние люди выписались и нет их больше в твоей жизни. А тут товарищи, коллеги, единственная близкая подруга. Николай молчал, только курил. Был он спокоен, как спокоен человек с чистой совестью. Он совсем не изменился с тех пор, как женился на Тамаре. Такой же тонкий, с темными синяками под глазами, такой же пристальный взгляд у него, новая в нем уверенность. Кому-то, может, и незаметная, а Катерине она видна ясно. Николай знает, чего хочет в жизни, и своим упорством пробьет все, что нужно пробить, и кандидатскую защитит, и докторскую, и врачом крупным станет, и, может быть, даже сумеет совершить в их науке переворот. Ты прости, что я оторвала тебя от твоих дел и вторгаюсь в область, которую вторгаться не смею, сказала, и сильно заколотилось сердце. Как она обрадовалась этому. Значит, не так уж она и выросла. Коля, ты уверен, что ты будешь долго жить? От неожиданности Николай остановился, даже сигарету от губ отвел. Поднялись кустики бровей, и лицо сразу стало детским. Над каждым из нас наша судьба так. Ты вот куришь. Как врач ты должен знать, какой процент курящих гибнет от рака легких. Я тебя не понимаю, тихо сказал Николай и затянулся. Почему ты это? Ты уверен, что ты умрешь позже, Тамара? Я прошу тебя ответить на мой вопрос. Он пожал плечами. Глупо утверждать, что будет именно так. Не честно говоря, я предпочел бы умереть раньше Тамары. Вот мы и договорились. Как произойдет в жизни мы с тобой не знаем, но такая вероятность ты можешь умереть раньше Тамары. Существует, верно ведь? Ну, кивнул Коля. Как она останется одна? Совсем одна? Ты подумал? Николай растерянно моргнул. Почему одна? А я? Куда денусь я? Собственно, почему я должен умереть? И зачем заглядывать на много лет вперед? И почему ты думаешь, что ребенок спасет от одиночества? Смотря какой ребенок. я вот для своих родителей не подарок, не звоню по месяцам. Вовсе не хочу, чтобы и Тамара такого выродила. Все зависит от воспитания, Николай присвистнул. Думаю, от генетики зависит ничуть не меньше. Но Николай задумался. Она это видела по кустикам бровей, которые вновь недоуменно поднялись над детскими глазами. Он затягивался глубоко, глубже обычного. И потом, тихо сказала Катерина, дело не только в том, кто когда умрет, дело в любви. Если ты любишь ее, а она так сильно хочет ребенка, я терпеть не могу детей, Катя, никаких. Писк, капризы, сопли, бессонные ночи. Дети это прорва, все в них бухаешь и всего мало, никакой от них благодарности. Видеть не могу детей. Это будет твой ребенок, твоя плоть, твоя кровь, твой голос, твои глаза, или Тамарина. Ты же любишь Тамару. А может, ты ее не любишь? Может, ты ее любишь только потому, что она дарит тебе удовольствие? Катя устала от него. Молодой, совсем еще не нюхавший жизни, он, конечно, не мог понять Тамару, изведавшую одиночество, прожившую до него целую жизнь. Он не может понять ее страха перед одиночеством, особенно острого, именно потому, что одиночество прервалось. Теперь новое одиночество пережить будет много труднее. Чего ты хочешь от меня? Тихо спросил Николай. Она, видимо, не может родить? Может, твердо сказала Катя, повторила, может. То ли морозец, хватающийся за щеки и нос, то ли незапланированная прогулка посреди рабочего дня, то ли разговор с Николаем, который сдвинул Николая с мертвой точки, она это почувствовала. Только Екатерина ощутила себя бодрой и способной вернуться к своим больным. Нет, она не зажирела, не покрыла скоростой равнодушия, так же, как раньше, она способна раствориться в чужой судьбе. Около входа в отделение ее ждала женщина. По холлу, не останавливаясь ни на мгновение, даже не притормаживая, бегал двухлетний ребенок кругами, по диагоналям. Рисунок его бега был причудлив, и предугадать его было невозможно. Катерина Федоровна кинулась к ней женщина. Это это была Верочка. Все в ней прежнее, груди на выпуск, пышные волосы, неумеренная краска на лице, только глаза совсем другие, чистые, промытые, неправдоподобно счастливые. Ребенок не обращал на них никакого внимания, все так же бегал по своим непонятным направлениям. В кресле холла лежали цветы, ярко-красные гвоздики. Зимой такие яркие, такие летние цветы были неожиданны. От волнения, от радости встречи Верочка не могла вымолвить ни слова, и Катерина молчала, спазм перехватил дыхание. Вот он смысл ее жизни и работы. Ни на кого и ни на что не обращая внимания, прокладывают свои дороги в этом сложном непредсказуемом мире. Волосы у ребенка темные, глаза светлые, плотные тельцы и ярко-красные даже пунцовые щеки, кричащие о здоровье. Странно, почему у него темные волосы? Наконец заговорила Катерина. У меня же темные, это я крашусь, я всегда крашусь с 17 лет. Мужик любит светлый волос, зачастила Верочка. А потом это она, это дочка, понимаете, дочка. Катерина засмеялась, смотря какой мужик. Один любит светлый волос, другой темный, третий вовсе рыжий. Ну, рассказывай, как живешь. Прежде чем заговорить снова, Верочка осторожно, как ребенка подняла с кресла цветы, обеими руками протянула. Вот. И, словно совершив главное дело, облегченно вздохнула. Я, Катерина Федоровна, живу теперь. Вот. Махнула она рукой на дочку, продолжавшую бегать. Я очень даже живу. Мужчина есть у тебя? Верочка засмеялась. Зачем он нам теперь? Выгнала. Я всех выгнала. Тот, который мне нужен, видать, не родился, а который хочет с меня сорвать удовольствие, мне зачем теперь? Вот. Она махнула рукой. Утром идем вместе, а на в ясли я на работу. Работаю и жду. Наступит же когда-нибудь вечер. Жду, жду, и знаете, каждый день наступает. Бегу в ясли, потом вместе по магазинам, что успеем захватить, то наше. Потом вместе варим еду, потом вместе играем. Я теперь во все игры научилась. В детстве не играла, теперь играю. Вместе ложимся спать. Какой мужик! Она губы вытянет, вот так в дудочку, и дудит. А я ей сказки рассказываю. Как назвала ее? Сильно больно билось сердце, и столько сейчас было в Катерине силы, что могла она сделать сейчас подряд сто операций. Могла бежать бегом навстречу ветру, могла сбежать на гору. Катя назвала? Как же еще ее назовешь? Катя? Катерина. И снова спазм перехватил горло. Хотела спросить, объявлялся ли отец, и не могла спросить. Благодарная не могла глаз отвести от упругого сильного ребенка, чертящего сейчас свою жизнь по паркету. У Анатолия было профсобрание, и Катерина одна ехала домой. Она пыталась думать об Анатолии, который все время на нее работает, пыталась найти в себе угрызение совести, а на душе было светло и празднично. Верочка с дочкой, Николай со смешными бровями, Тамара, ждущая от нее спасения, окружили ее, наперебой что-то говорили их, и голоса, их лица определяли сегодняшнюю ее жизнь. Через три года раскрылись причины изнурительной работы Анатолия по ночам. Он позвонил ей на работу, чего никогда не бывало. «Когда ты пойдешь обедать?» спросил он звонко. Голос у него прозвучал совсем по-мальчишески, чуть вибрируя на высокой ноте. «Вот-вот» пустит Анатолий петуха. «В два?» «Хорошо. Я прошу тебя, выйди на улицу, я стою здесь, около тебя. Пообедаем вместе, хорошо?» «Что случилось?» растерянно спросила она. «С Катей?» «Нет, Катюшка в порядке, мне нужно тебя увидеть». Перед дверями ее клиники стояла машина. Голубой, блестевший ручками и окнами новенький москвич. «Вот тебе подарок, на юг поедем, к морю. Вот мои чертежи и рефераты». Она заплакала, прислонилась к новой прохладной дверце, прятала глаза от Анатолия. Она плакала горько, виновата. Анатолий испугался. «Что случилось? Ты не рада? Тебе плохо? Ты не такую хотела машину? Объясни же, умоляю тебя». Из праздничного и сияющего Анатолий сделался несчастным. Топтался, растерянный перед ней, не зная, что делать дальше, что говорить, как объяснить себе ее беду. Вереница торопливых событий, картинок, прошла перед Катериной. Она спит, Толя склонился над столом. Она только проснулась, потягивается, отдохнувшая и довольная, он ставит перед ней кофе. Она собирается стирать, он приходит в ванную и отнимает таз, я помогу. День за днем, час за часом, его сияющие глаза обращены к ней, ради нее каждый час и каждый его поступок. Какой ценой, с трудом заговорила наконец Катерина, а если ты тяжело заболел, посмотри, ты синий, под глазами черно, ты истощен. Зачем нам машина? она протянула руку к его щеке погладила и вдруг улыбнулась. Теперь ты больше не будешь работать ночами? с надеждой спросила она. Я не хочу, мне ничего не нужно и машина нам не нужна, на юг можно поехать поездом. Я хочу, чтобы ты был здоровый, нежный, смешалась с благодарностью, с жалостью, с восхищением. Как она не понимала, с каким удивительным, каким жертвенным человеком рядом она живет? Буду, сказал Анатолий, у меня замыслы. Почему ты плачешь? Объясни, я ничего не понимаю, просил он. Разве ты не рада? Разве тебе плохо будет ехать в собственной машине к морю? В этот день впервые возникла в ней зыбкая и неуверенное чувство вины перед Анатолием. Она поняла, что должна служить ему в ответ, но, прислушиваясь к себе, безжалостно вглядываясь в себя, поняла, она не сможет ему служить, не хочет. Дочка уснет, Анатолий включит музыку, заезжает торшер, поставит перед ней чай. Она пьет чай, а он смотрит на нее так точно видит ее первый раз в жизни. Катя, лепечет он, Катенька, осторожно он обнимет ее, притянет к себе, а ей хочется отвести его руки, а ей хочется почитать или послушать радио. Толя, я устала, давай спать, просит она жалобно, я так устала. Сейчас, я прошу тебя, я умоляю тебя. Она отводит его руки, его губы. Толя, я забыла постирать к завтрашнему дню кофточку. Она встает на ходу, пытаясь влезть в тапочки, ноги в тапочки не попадают и почти босиком шаркая идет в ванную. Давай, я постираю. Он тут же появляется в дверях. Он спит в трусах и в ванную сейчас пришел раздетый. У него широкие плечи, узкая талия, очень красивая фигура у Толи. Но ее раздражает, что он стоит перед ней в трусах, она же в халате, а он не понимает ее раздражения. Бедняга, даже ночью не можешь спокойно отдохнуть. Давай, я, мне нетрудно скрыть свое раздражение не показать его Толи. Оказывается, это так трудно. И снова жалость к Толи, пополам с нежностью, пополам с раздражением, пополам с чувством вины. Чувство вины все глубже врастает в нее. Бог с ней, говорит виновата Катерина. Завтра простерну, пойду в коричневый. Как же я забыла сделать это раньше? Ложись скорее, у тебя тяжелая работа, нужно выспаться. Как он не чувствует, что она неискренна, что больше всего она хочет, чтобы он оставил ее в покое. Он улыбается, осторожно гладит ее непробиваемое плечо. Толя, какие новости у тебя на работе? Он удивленно смотрит на нее. Все обычно. Расскажи, пожалуйста. Я не умею. Он растерянно моргает. Не умею. Ты же знаешь, я не люблю думать и говорить о работе. Каждый день станки и больше ничего. представь себе, что тебя не раздражает это глупое моргание, а оно нравится тебе. Представь себе, что тебе очень нравятся эти светлые волосы, эти голубые глаза, короткий курносый нос. Редкой души человек твой муж. Если ты поймешь это, все изменится. Толенька родной, ты такой родной, говорит она виновата, всеми силами пытаясь на него выплеснуть и нежность, и благодарность, которые она к нему испытывает. Она прижимается к нему. Я с тобой связана родством, да? Катя похожа на тебя, ты, наверное, тоже был тихий в детстве. Признавайся, ты же все с кубиками возился, или пил зайчиков с кошками, и также, наверное, высовывал язычок. Толя молчит. Что ты, Толя, обиделся? Толя молчит. Екатерине кажется, Толя слышит, вернее, слышал, как она уговаривала себя хорошо относиться к нему, как она домкратом поднимала в себе к груди, к языку нежность пополам с благодарностью. В комнате темно. Катерине неловко за свою игру перед ним. Она чувствует, она же чувствует, ему явно не по себе. И вдруг холодея, она угадывает, что он все понял. От озноба сразу в жар. Она прикладывает ладонь к одной щеке, к другой. Почему ей так стыдно, так нестерпимо стыдно? Ты обиделся? Почему ты молчишь? Лезет на рожон она. Толя, Толечка, спи, Катя, тебе нужно выспаться, хрипло говорит Толя. Он осторожно высвобождается из ее объятий, прячется под одеяло. Спи, моя родная, я хочу, чтобы ты выспалась, у тебя такая трудная работа. Он спит, а она не может уснуть. Смотрит в белый потолок, по потолку идут блики. То ли едут машины по улице, то ли мигают фонари, то ли плывут самолеты. Если Анатолий живет ради нее, значит, ее жизнь вдвойне значима и ценна. Зачем она живет? Двойной вопрос. Вылечивать больных ее назначение? А еще? И у Анатолия, и у Николая есть любовь. Любовь это смысл жизни. Почему тогда на работе время идет так быстро, а дома тащится, словно товарняк, по летним занятым путям? Что значит любить? Она хочет все делать для Анатолия и не может. Ермоленко, Верочка, Тамара заставляют ее забыться и не думать о себе. А дома хочет она этого или не хочет, она только и делает, что думает о себе. Хочу того, хочу этого, совсем как старуха в сказке о рыбаке и рыбке. Она рассыплется в прах, как рассыпались все поколения до нее. И дома сегодняшние тоже рассыплются в прах и моря высохнут. Что соединяет в жизнь моря и новые улицы ее города, людей и рыбу? Знают звезды об их с Анатолием существовании? Что ждет ее Катюшку? Зачем зажглась ее жизнь? И что в этой жизни главное? Ее женщины или таинственные чувства, заставляющие Анатолия и Николая глупо улыбаться? Анатолий спит. Он тихо, почти неслышно посапывает, преодолев обиду на нее, боль. В нем много боли скопилось. Сколько раз он протягивал к ней руки, а она отводила. Он спит. А в ней ожидания. Чего она ждет? Ответов на свои вопросы? Или того, что есть с избытком в Анатолии, желание безоглядно, бездумно, жадно тянуть руки к другому существу, с жадным любопытством вторгаться в чужую незнакомую структуру? Чего она ждет? Что в ней? В ней притаился незнакомый человек. Свернулся в ней калачиком, ждет своего часа. Иногда, все чаще и чаще, он скребет по ней изнутри, беспокоит, мучает ее вопросами, как жить, что есть жизнь, ради кого, зачем она живет. Катерина боится того, что этот притаившийся в ней некто однажды вырвется из-под ее власти и заживет своей жизнью. День сменяется днем. Человек не замечает, что совершается какое-либо событие. Он просто живет в своем привычном ритме. Быть, быт, быт. До каждой трещинки знакомый асфальт по дороге к метро. До каждой веточки знакомые деревья. А оглянешься и получается, что вроде ты прожил жизнь. Что в ней было главное? Что второстепенное? Какой человек коснулся твоей души? Кто прошел мимо, не оставив даже любопытства? Чья жизнь состоялась, а чья просто прогорела, не оставив пепла? Вопросы мучили ее, как мучает нарыв. Налившийся он ждет, когда наконец прорвется. Чем дольше она жила с Анатолием, тем больше рос этот нарыв в ней, тем настойчивее ждал, когда его прорвут. Катерина полюбила гулять. Оставив Катюшку на Анатолии, бродила бродила кустов. Садик. В городе прутик и дерево неожиданный праздник. Сколько людей здесь под этими ветками прятались от города? О чем думали? Зачем жили? Нравилось ей стоять посреди проспекта. Подземные переходы она терпеть не может, а вот стоять в самой середине улицы и смотреть сначала влево, откуда на нее машины идут, фарами освещая ее и делая значимой, будто она на сцене стоит, а потом вправо, теперь машины от нее уходят, как жизнь, мигая красными глазами, прощаясь. Дома тепло, уютно, чисто. Дома Катюшка и Толя. А ей плохо дома, скучно. Чего хочется ей? Огней города, непрекращающейся жизни, значимости, прочности и стабильности города, запрятанных между домами деревьев? Какая сила гонит ее прочь из дома? Что ей надо? У нее есть все. А дыхания нет. Подошла к дому. Около будки телефона автомата плачет женщина. И словно родилось дыхание, кинулась к ней. Что с вами? Полу обняв за плечи, закрыв голую шею женщины своим шарфом, Катерина ведет женщину к автобусу, едет с ней вместе в больницу. Долг разговор ее с дежурным врачом. Женщина права, надежды нет, сын ее обречен. Вот в такой ситуации что делать? Как помочь? Больница хорошая, врачи хорошая, если не могут помочь, как поможет она, врач другой специальности? Дайте мне адрес вашей невестки. Поздно ночью, добравшись наконец до дому, она пишет письмо незнакомой чужой женщине. «Я врач и мать», пишет она, «и вы мать. Вы ничего не знаете о своем будущем и о будущем своего ребенка. Может ему тоже болеть. Прошу вас просьбой матери, привезите сына к отцу и бабке. Не лишайте последних радостей несчастных людей. Заверяю вас, как врач, ваш муж не заразен, он облучен, и процесс распада происходит только в его организме. Если вы человек и мать, приезжайте». Когда она наконец ложится, Анатолий еще продолжает работать. Ей жалко Анатолия. Это чувство над всеми вопросами и чувствами. Она смотрит на его голову, освещенную оранжевым светом, распушены волосы, розового щека. «Толи, ложись спать», зовет она. «Я не хочу лишних денег, мне никого не нужно, нельзя полночи чертить, ослепнешь. Иди же, я не могу без тебя уснуть». А сама не может уснуть, потому что рыхлое, измученное лицо матери и бледно-желтое сына перед ней, люди на самом страшном кольце жизни, на последнем. покорно Анатолий ложится, руками, губами снимает с нее страх и удивление перед смертью, делает вид, что задремывает, а когда она уже на самой грани, на самом пороге глубокого спасительного сна, когда она не сумеет больше сделать ни одного движения, ни слова сказать, он встает и садится к столу. Она знает, он снова чертит, но она уже спит и позвать его окликнуть не может. Как? Когда в ней совершился перелом? Под фарами или машин? Или под зимним голым деревом на скамейке в крошечном садике зажатом домами? Или по дороге из клиники, когда идет она размягченная разговорами с больными? Или в больнице, куда она кинулась спасать человека? Или за письмом к неизвестной женщине? Она не знает. Но Анатолий неожиданно для нее расположился в том же ряду, в котором находились больные и Катюшка. В какой-то неожиданный момент она ощутила в себе ответственность за него. Если она человек, если она хочет спать спокойно и не мучиться угрызениями совести, она должна начать заботиться об Анатолии. Не в ответ на его заботы, не в благодарность, а просто потому, что Анатолий в ряду самых близких ей, самых главных, самых родных людей, и она за него отвечает. у каждого человека есть то, что он любит, то, без чего он не может, и то, чего терпеть не может. Она любит разговаривать со своими больными, она терпеть не может ходить по магазинам. В день, когда у нее не было приема больных, совершенно неожиданно для себя, она вышла из клиники в три часа. Белый день, белый, потому что обычно она уходит в восемь, белый, потому что засыпан снегом, белый, потому что небо белое прикрыло город куполом бесконечности уходящим вверх. Она уверила себя, любит Анатолия. Анатолий самый лучший из всех, кого она знает. Он несовременный, он жертвенный, он родной ее человек. Нельзя в жизни только брать, нельзя привыкать к тому, что чья-то жизнь отдана водку к тебе. Благодари его, думай о нем, люби его. Никакого дня рождения у Анатолия нет, но пришел момент, когда необходимо сделать ему подарок. В справочном бюро ей сказали, что есть мебельный комиссионный на Смоленской набережной. Она села в автобус и через несколько минут была в магазине. Зачем ей мебельный? Ну, почему-то понадобился именно мебельный. Она купит Анатолию уютное кресло. Анатолий будет сидеть в нем, читать, отдыхать от тяжелого рабочего дня, а не работать, сидя на жестком стуле перед обеденным столом, тем самым, за которым когда-то женихи пили чай, и за которым Анатолий чертит свои чертежи. Он сядет в кресло, расслабится, и, наконец, отдохнет, навязчиво повторялась одна и та же мысль. Нет, она купит ему книжные полки, стеллажи у него есть, он сам себе сделал стеллажи, всю стену закрыл, но книг у него больше, чем места на стеллажах. Безместные книги, связанные веревками, лежат в темной комнате. Что вам? Неожиданно окликнул ее подслеповатый и с очень сильными стеклами невысокий человек. Я вижу, вам что-то нужно. Катерина перечислила, кресла, полки мне очень нужны. Жаль, очень жаль, пощелкал языком старичок. Этого сегодня ничего нет. А стол вам не нужен? Какой стол? Уникальный. Старичок оживился, расправил плечи, даже ростом стал выше. Красное дерево, конец девятнадцатого века, вместительный, такого второго нет. Как же о столе она не подумала? Анатолий работает за кухонным столом, карандаши и то негде спрятать. «Давайте», выдохнула Катерина, «я беру». «Да вы посмотрите, вдруг не понравится». «Понравится, пять рублей сверх и пойдемте в подвал». «Согласна», Катерина раскрыла сумочку. «Да подождите же сорить деньгами, посмотрите сначала». Старичку очень хотелось совершить все как полагается. Это был старинный антикварный старичок, артист своего дела. Он любил вещи и хотел, чтобы полюбили их так же, как любил их он, со сложной и тревожной судьбой прошлого. Он хотел, чтобы над прекрасным произведением искусства поохали и поахали, а Катерина разрушала его радость от встречи со стариной, верила на слово. Глядя в несчастные подслеповатые глаза старичка, Катерина наконец поняла, что она должна сделать. Послушно пошла за ним в подвал. А когда старичок отошел от стола, давая ей возможность стол разглядеть, и она увидела, что ей предложили, ахнула. В самом деле это был большой, гордый, породистый стол с широким простором поверхности под крышкой для готовых и неготовых толенных чертежей, с шестью большими удобными и красивыми ящиками в двух тумбах, с мелкими ящичками посередине для писем, карандашей, линеек, для ластиков, для чернил, с таинственными темными знаками-узорами, наверняка что-то значившими, но навсегда теперь неразгаданными. Где найти мастера, создавшего этот удивительный стол? Неизвестно, сохранился ли сам прах великого краснодеревщика, или развеян по земле, революциями, войнами, бурями. Растерянная, потрясенная стояла Катерина рядом со счастливым, приосанившимся даже старичком. Перевезти столы оказалось очень трудно. Сначала не было машины, а были ребята, готовые тащить любую тяжесть. Потом пришла машина, исчезли грузчики. Выручил старичок-продавец, готовый для Катерины сделать невозможное. Исчез на несколько минут, оставив ее наблюдать за столом, вернулся, сказал, «Увози скорее десятку ребятам, машину оплатишь само собой». Эх, жизнь моя! В глаза Катерине не глядел, видно, расстроенный тем, что она забирает стол. А Катерина, позабыв о машине и о предстоящей ей перевозке, глаз не могла отвезти от стола. В ярком свете он был еще прекраснее. С глухим глубоким блеском стол был необыкновенен. Это единственное, что ей в жизни сейчас необходимо. Она поставит стол боком к окну, чтобы Анатолий мог чертить по субботам и воскресеньям при дневном свете. Лампу купит ему для вечеров на точно такой коричневой ножке. Будет ходить в антикварный магазин каждую субботу, пока не подберет именно такую глубокого цвета и глубокого значения лампу красного дерева с удобным абажуром. Пусть Толе будет удобно. Может быть, он захочет защитить кандидатскую? только к шести часам вечера наконец-то занял предназначенное ему место. Катерина вытерла пыль мягкой суконкой, в ящике настелила бумагу и, полюбовавшись столом от двери, побежала в детский сад за Катюшкой. За Катюшкой всегда приходил Анатолий, и Катерина не учла, как он испугается, не увидев среди детей дочери. «Мама, у нас обновка?» Катерина засмеялась. «Обновку надевает на себя, а это покупка, это стол», радостно объяснила Катерина, снова замерев в изумлении перед столом. Дома в ярком свете он был еще величественнее и таинственнее. Кто работал за ним? Что делал? О чем думал? Счастье или несчастье приносил этот стол людям, жившим прежде? Счастье или несчастье принесет им? Стол, показалось Катерине, стал членом их семьи в ту минуту, как занял свое место у окна. «Я положу в ящик куклу, пусть она там спит, как в кровати». Дочка побежала за игрушкой. «Подожди», остановила ее Катерина, «кукле нужен воздух, чтобы дышать, она задохнется в ящике, но самое главное, это папин стол, а не твой и не мой, понимаешь? Папин». В эту минуту вошел запыхавшийся Анатолий. «Катя?» крикнул он. «А!» откликнулись обе. Он был бледен. «Что случилось? Ты не заболела? Я звонил на работу, ты ушла с середины дня». «А зачем ты звонил? Ты никогда не звонишь? Один раз звонил, когда купил москвич». «Не знаю, почему, мне стало неспокойно. Мне показалось, ты думаешь обо мне, и я испугался». «Что же ты, папа, ничего не видишь? Это тебе обновка, ой, покупка, подарок тебе новый, ты теперь будешь работать за настоящим столом». Анатолий сел на тахту, растерянный, заморгал. «Мне? Зачем?» У него задрожали губы, лицо странно поехало вбок, казалось, ему стало плохо. Не понимая, что с ней, Катерина подошла, опустилась перед Анатолием на пол, положила ему на колени голову, преодолевая робость, стук сердца, торопливо боясь, что Анатолий не даст ей договорить, пытаясь спрятать непонятно откуда, непонятно почему возникшую тревогу, заговорила. «Нельзя все мне, Толя, мне и Катюшке, ты...» Она замолчала, пораженная новым ощущением. Она была переполнена никогда ранее не испытанной радостью и удивительным открытием. Анатолий, видно, вовсе не жертвует собой, отдавая, даря все ей. Он испытывает вот такую же, как она сейчас, острую радость. Она поднялась, легко счастливая, в себе чувствуя себя, много, много в ней было радости. «Мне?» Анатолий тоже встал, осторожно подошел к столу, осторожно погладил его, осторожно выдвинул один ящик, долго стоял, смотрел в него, гладил нарядные стенки, задвинул, выдвинул другой. По очереди все ящики выдвигал, рассматривал, и лицо у него было как у Катюшки, отрешенные счастливые глаза, аккуратные яркие красные круги на щеках. «Я теперь кандидатскую должен защитить», сказал он озабоченно, «в короткий срок, все вечера, когда ты работаешь, я тоже буду работать, и ночи, а потом защищу докторскую». «Нет, стол стоит около дневного света, суббота и воскресенье, пожалуйста, работай до девяти вечера, все хозяйство возьму на себя, вечерами в будни тоже, только до десяти, это я тебе разрешаю, в десять отбой, мне твое здоровье дороже твоей кандидатской и твоих дополнительных заработков». Долго в тот вечер голодные, позабывшие про голод и усталость, стояли они над столом, как стоят над новым, еще незнакомым, но уже любимым членом семьи. Стол изменил всю их жизнь. Анатолий казалось, вырос на голову. Он ходил, расправив плечи, тщательно, оттучуженный даже дома, готовый идти в любую минуту в гости или на выставку. Стол он строже и сдержаннее по отношению к Катерине, что очень ей понравилось. С радостью готовила она ему, подавала, мыла, стирала. Папа работает. Эти слова стали в их доме главными. Катерина помогала чертить, Катюшка ластиком стирала с листов ватмана грязь. Несколько месяцев все трое с разных сторон сидели за столом и работали. Если и бывает чудо в жизни, то оно случилось с ними. Анатолий в самом деле неожиданно для своей лаборатории, неожиданно для Катерины, а больше всего для самого себя, защитил кандидатскую и выбрал тему для докторской. Казалось, в самом деле стол членов семьи. Каждый старался первым стереть с него пыль. Каждый старался погладить его, дотронуться до него. И когда Катюшка выдвигала по очереди все ящики, Катерина стояла рядом с ней, любую с ими. Всего за три года Анатолий защитил докторскую, получил лабораторию. «Теперь будешь жить», сказал он Катерине, «это все для тебя. Теперь поедем путешествовать, теперь снова любое твое желание для меня законно». Но лишь Анатолий снова стал жить только для нее, в Катерине возникло раздражение. Раз родившись, оно возвращалось снова и снова. Катерина гнала его, а оно разрасталось и непобедимо располагалось в ней. Как уже было когда-то, Катерина поняла, что ей нравится удобство и покой. Несмотря на раздражение, она беззастенчиво пользовалась тем, что он ей давал. Красивой одеждой, удобными креслами, машиной. Она так привыкла ездить на работу и с работы на машине, что, казалось, в автобус и залезть не сумеет. Ей казалось, что она потолстела, что вся ушла в зад. Ее это злило, но и ничего менять она не хотела. Без машины жить уже не могла. Приходить к больным в палату в неурочное время перестало, и расспрашивать их об их жизни перестало. Амбулаторных больных принимала формально. Пришла к ней немолодая женщина, лет сорока пяти. Раньше бы Катерина увидела и смущение ее, и волнение, а теперь слышала только голые факты. У меня молодой муж очень нужен ребенок, помогите. Раньше заглянула бы в глаза женщине, поговорила бы с ней ласково, а теперь отрезала. Мы помогаем только женщинам до тридцати пяти. Опасно для жизни, добавила. Следующий. А ушла женщина, Екатерина спохватилась. Что с ней? В кого она выродилась? Куда ушло беспокойство, радость общения с больными? Встать, бежать за женщиной. А зачем? На самом деле она не сумеет помочь женщине в сорок шесть лет. Можно? Входит девочка. Простите, я не помешала? Сидя рядом с Анатолием в машине, угрюмая, раздражительная, Катерина спрашивала в отчаянии себя, что со мной? Как я могу отшвыривать людей? Но очень скоро мирный ход машины, чужая, не касающаяся ее жизни за окнами, холод и дождь, не достигающие ее, отвлекли ее от неприятных мыслей. На юг они наконец поехали. Новый москвич с грехом пополам довез их до нового света. И в первые дни, после усталости и московских дождей, солнце, море, парк были праздником. Распластаться на песке, раскинуть руки, смотреть в голубое безоблачное небо, ощущение новое острое. Катерина чувствует, как в нее входит голубой, бело-оранжевый свет, как омывает ее, наполняет покоем. Вытянуться рыбкой в воде, ощутить себя единой струной, прикоснуться к вечности и к чистой воде, из которой вышло все человечество. Значит, очиститься, наполниться новой жизнью. Но уже через неделю неизвестно почему, неизвестно откуда, неподвластно ей, и вопреки ее новому ощущению себя, глухо, отвратительно зашевелилось в ней привычное раздражение. Раздражало все, и как Анатолий разговаривает с Катюшкой, и то, что встает ни свет, ни заря, чтобы приготовить им завтрак, и то, как делает на пляже зарядку. В один из душных вечеров они пришли на пляж. море почти не двигалось. Лишь у самого берега оно лениво шевелилось, на пять-десять сантиметров приливало и тут же откатывалось назад. Солнце уже ушло, небо готовилось к ночи, темнело с гусками, глубизна бледнела, серела. Катюшка ходила по берегу, согнувшись почти пополам, собирала камни. Анатолий сидел, обхватив колени, он молчал, лицо у него было детское, наивное, вернее, глуповатое, чуть оттопырена губа, чуть вздернут нос, и ни с того, ни с сего ей стало скучно. Пусть вздернутый, но вполне приличный аккуратный нос, округлый, детский, чуть скошенный подбородок, тоже вполне симпатичный, показались неприятными. Тонкая шея, остро торчащий клок волос на макушке. Куда бежать от него? Она знает, как он посмотрит на нее, что скажет, он скажет, я тебя люблю, ты самая красивая, ты самая умная. Он повторяет это ежедневно по нескольку раз. И слова эти сами по себе уже ничего не значат для нее, они ее не трогают, они обесценены, эти такие важные слова. Она знает, что он сделает, когда она скажет, что хочет спать. Скучит, быстрыми шагами пойдет домой. Как он сидит сейчас, как смотрит, полуоткрыв рот в море, как смотрит обычно на нее, как ходит, как аккуратно складывает рубашки и расставляет тарелки. Все раздражает ее. Всегда согласен, всегда готов выполнить все, что она скажет, всегда готов бежать, куда она попросит. Надоело. Она сошла с ума, она обнаглела. Любовь всегда смешна и нелепа. Тебе в ноги брошенная редкая любовь, а ты топчешь ее. Другая на твоем месте, пусть будет другая на ее месте. Нельзя суетиться в любви, в любви должно быть интересно, что-то должно быть спрятано, как спрятано плоть в одежду. Она не знает, как должно быть, она знает, что ей скучно, что ей неинтересно, ей плохо рядом с человеком, подарившим ей любовь. Строг и таинствен закат, строго и таинствен море, строгие и таинственные горы, скрыт в них, как и во всем мироздании, во всей вселенной смысл. Он существует, пока не раскрыт, пока до него нужно докапываться, додумываться, тогда открытие взволнует, растревожит, наполнит содержанием. Нельзя выворачиваться наизнанку. Господи, что с ней? Она сошла с ума. У кого еще есть рядом такой добрый, такой хороший человек, чистый, распахнутый, отдавший все, что имеет? Разве можно быть такой безжалостной? Он словно почувствовал ее пустоту, ее смятение, повернулся к ней, обнял ее. Она сжалась. Естественное движение сбросить его руку, встать, бежать, подальше от него, прочь от него, куда угодно. Никогда не видеть моргающих его глупых глаз, его растерянности, его кротости, его умиления, его любви к ней. Прости, неожиданно говорит она, мне страшно. За что она с ним так? Как она смеет? Ей человек посвятил жизнь. Страх опустошением просквозил ее. Ни нежности в ней к Анатолию, ни благодарности. Словно почувствовав ее состояние, Анатолий убирает руки с ее плеч, отодвигается от нее, снова смотрит, не отрываясь в море. Ты человек? Ты не безмозглое животное. Человек подчиняется разуму, а не чувству. Проанализируй то, что происходит, постарайся объяснить, найдешь объяснение, сможешь поправить. Что тебя раздражает? То, что за много лет ты не можешь найти ни одного недостатка, кроме того, что твой муж слишком педантичен и аккуратен. Ты никогда не была предателем, ты никогда не бросалась на людей без повода и причин, а этот человек живет для тебя. Ты любишь его, ты должна его любить, должна. Расспроси его, о чем он думает, быть может, вовсе не о тебе, быть может, в нем идет работа, о которой ты даже не подозреваешь. она заставляет себя погладить его руку, она окликает его, Толя, а? Толя, о чем ты думаешь? Он поворачивается к ней, он удивлен, но, видимо, поняв, что ей в самом деле важно знать это, нерешительно говорит. С детства меня интересует один вопрос. Дельфины, например, слышат на очень большом расстоянии опасность. Не только слышат, а даже дают знать о ней собратьям. Появился косяк рыбы или акулы. Посылается не звук, а ультразвук. И через короткое время вся стая здесь, около косяка с рыбой, или удирает от акул. Чудеса! Помнишь, сказка «Герой прикладывает ухо к земле и слышит, как приближается конница или человек. Значит, это возможно слышать очень далекие звуки простым ухом. Почему же мы с тобой не слышим, о чем говорят в соседней комнате? У нас атрофировались все способности, которые присущи животным и были присущи нашим предкам. Человек стал нечутким к окружающей жизни, не слышит, не видит, не чувствует запаха, а ведь это главное средство человека, позволяющее ему общаться с окружающим миром. Как же он может познавать действительность? Не говоря уже о том, что он не может знать, не ведает, что творится в душе находящегося рядом любимого человека, самого близкого». Катерина засмеялась. «Ты что?» «Ничего, просто так. Разве это смешно, что человек оглох, ослеп, закостенел, что он лишен элементарных заложенных в нем природой жизнепроявлений? Почему?» «Главное чувство — стыд». «Как это сказал Толя?» «Не может знать, не видает, что творится в душе рядом находящегося человека?» Катерина прижалась щекой к его руке. «Прости», сказала тихо, и словно прилила к ней энергия, сила, скачила, раскинула руки, ощущая, как в нее проникает свет заката и запах моря, и шорох волн, и Тулин удивленный, растерянный взгляд. «Может быть, мы пойдем в кино на последний сеанс?» «Режим», заикнулся был Анатолий, «Катюшке нужно спать», он нерешительно улыбнулся, «Хотя это раз в жизни, доченька, ты ведь скажешь, если захочешь спать, я возьму тебя на руки». «Ура, мы идем в кино! Папа, мама, мы идем в кино!» Катюшка захлопала в ладоши, закружилась на месте. Ночью Катерина не может уснуть. «Толя!» не выдерживает она своей бессонницы. «Толя, ты прости меня, я все мучаюсь. Мне, Толя, душно, сытно, чисто, уютно. Но почему ты видишь только меня? Почему ты не хочешь заметить других людей, полюбить их? я не понимаю, что с тобой. Ты сформулируй, чтобы я понял?» Спит Катюшка, она спит неслышно, как Толя. Из парка слышен крик птицы, кликушеский, странный крик, от него тревожно на душе. Не могу объяснить, Толя, но мне кажется, это мещанская позиция, замыкаться в узком мерке своей семьи. Я боюсь, и меня втянет, я становлюсь непробиваемой. Перед отъездом пришла ко мне девушка, совсем еще девочка, у нее опухоль, а я с ней равнодушна, даже имени не спросила. Так спокойнее, машина, удобство, я боюсь. По мне было так много любви к людям, а сейчас мне становится скучно. «Ты обвиняешь меня, Катя? Это я создал мещанскую среду?» Толя сел в кровати, зажег свет. Был он сильно растерян и напуган. «Прости, Толя, я сама не знаю, что говорю, я тебя ни в чем не обвиняю, просто мне страшно. Давай спать, извини». «Чего же ты хочешь от меня, скажи?» тоскливо спросил Анатолий. «Не знаю». Москва встретила их дождем. Без просвета небо, серомутное, безысходное, нависло над городом. Южный ночной разговор не забылся. Анатолий казался растерянным. Катерине было его жалко, но ничего поделать с собой она не могла. После работы она не спешила домой. Анатолий возьмет Катюшку. Спрятавшись под зонт от дождя и случайных взглядов, ходила по Москве. Лужи пузырились, что говорила о затяжном дожде. Катерина не любила садовую. «Когда-то, говорят старики, здесь вдоль всей улицы жили деревья. До четвертого этажа поднимались они, тушили грохот, на себя принимали пыль и копоть транспорта. Когда-то срубили деревья, рухнула даже зыбкая защита между людьми и несущимся, грохочущим и газоисторгающим городом. Не может Катерина представить себе, как сейчас живут люди на садовой, как дышат. Но сама она не спешит свернуть в тихие переулки и в садики, зажатые домами. Дождь обмывает садовую, в земле прибивает запахи и пыль, рождает пузыри на асфальте, чистит, моет, хоть немного делает садовую живой. Единственный посланец природы в этой улице сейчас дождь, а машины несутся, несмотря на дождь, нескончаемым потоком, разбрызгивая лужи, окатывая пешеходов. Катерине нужны усталые, спешащие с тяжелыми сумками поскорее домой и за детьми пешеходы, несущиеся машины, нужны громадные дома. Она хочет почувствовать себя одной из многих, мелкие, ничтожные на фоне многоэтажных домов. Она хочет перебить в себе, выбросить из себя свою исключительность, свою неповторимость в толиных глазах. Она растворена в дожде и в газах, она расплющена машинами, она рассыпана в людях, в час пик очутившихся, как и она, на улице. Зачем она взяла бюллетень, Катерина не смогла бы объяснить даже себе. Ей хотелось остаться одной дома, вне людей. Она и стены, скрывшие ее от жизни. Может быть, она сумеет понять Анатолия? Может быть, главная жизнь в этих стенах? Долго лежала она в тот день в постели. Лежать она не умела, а в то утро сил встать и начать жить не было. Выстукивали стены ходики время ее жизни. Как кончается каждый час, как кончается каждый день, так кончится и жизнь. Она тоже станет прошлым, рассыплется прахом, и над ней когда-нибудь встанет дом, в котором кому-то будет или хорошо, или плохо, в зависимости от того, сумеет он правильно или неправильно распорядиться своей жизнью. Все-таки встала, в длинной ночной рубашке непривычно было и это. Долго ходила по квартире, из комнаты в комнату, из угла в угол. Она не спешила идти под душ, одеться, завтракать. Ей нужно было переломить жизнь, после чего придет нужное решение. Если она победит себя, она заставит себя полюбить Толю. Если не победит, уйдет. Вот почему она взяла бюллетень или, или. Маленькая, а какое главное слово или? Подошла к Толиному столу, как любил делать он, осторожно погладила. Стол довольно блестел, прежде прежде всего до чистки зубов и умывания Толя стирал с него пыль и проглаживал суконкой, чтобы придать ему блеск. Стол прижился, он стоял торжественный, гордый, избалованный, таинственно поблескивая размытыми знаками своей прошлой судьбой. Катерина, как Катюшка, стала выдвигать ящики, с любопытством заглядывала в них. Стенки внутри тоже были отполированы и тоже прятали в себе тайные знаки своего прошлого. Средний небольшой ящичек для карандашей и ластиков. Катерина не рассчитала, дернула его, как ящик большой, и он выскочил весь, вырвался из ее рук, перевернулся, упал, просыпались, покатились карандаши по полу. Наверное, она сразу бросилась бы их поднимать, если бы неожиданно не увидела узкую пластинку, прижатую к ящику соседнему, чуть отошедшую от этого соседнего ящика. Катерина осторожно потянула и выдвинула широкий плоский ящик. Тайник? Никогда раньше Катерина не догадывалась о его существовании. В этом ящике лежала в твердой обложке узкая тетрадь. Почему-то резко и больно забилось сердце. Это прошлое, оставленное им с Анатолием кем-то в наследство. Осторожно, пугливо Катерина взяла в руки тетрадь, открыла. Толин почерк? Она так удивилась, что в удивлении тараща глаза долго разглядывала мелкий, строгий толин почерк. А когда удивление прошло, первое движение было закрыть и спрятать тетрадь в стол. Она закрыла тетрадь, положила в ящик, но только положила, сразу снова жадно взяла ее в руки. Это был дневник, подробный дневник Толиной жизни. Он начинался с часа знакомства с ней. И вдруг свет. Он теперь сопровождает меня всюду. Один я или с ней рядом, во мне всегда свет. Разве важно, что будет со мной, как и чем закончится моя жизнь, главное свет. Пока я ее вижу, пока я смогу видеть, буду жить. Подробно, аккуратно, как все он делает, то ли описывал их встречу, их разговоры, свои ощущения, подробно и аккуратно проанализировал свое восприятие мира. Трудно вообразить, писал он, что ждет каждого из нас после смерти, какая истина, какая суть вечности откроется. Но ясно, сегодняшняя жизнь, крошечный отрезок нашего земного существования, даст или не даст права на жизнь будущую. Что главное в ней? Очень многие рвут себе пуп, завоевывая место под солнцем, хотят власти, почести, благ, денег. Может быть, я урод, выродок, может, я не приспособлен к этой жизни и глуп, мне нужна только Катя, все сделаю для нее, чтобы подарить ей, пусть ни в чем не нуждается. Вот главное, Катя. Страшно, стыдно, невозможно читать чужую тетрадь, она не имеет права. Но, видимо, что-то над ней это право ей дало. дало. Но, что-то